Путешествие в Канкун 20 февраля в Канкуне Почему получилось так, что я поехал на автобусе? Мне просто стало интересно прокатиться, доехать до Канкуна и Сан-Исидора на автобусе Это вообще никаких особо идей, целей изначально не было Просто прокатиться на автобусах и что-то попутно посмотреть У меня не было цели прям вот что-то рассматривать, где-то надолго останавливаться Мне просто было интересно с самого путешествия, вот это приключение Потом я уже определился более-менее с целью, все-таки для чего я еду-то на автобусах И куда я изначально должен приехать Я Никарагуа вообще не собирался смотреть, поэтому я его проехал очень быстро И видео из Никарагуа не будет, там буквально пару минут дороги Целью стали пирамиды Майя, поэтому кто подписан на мой инстаграм, он видел, что... Вы видели, что много фотографий было именно с пирамид Посетил я 8, по-моему, 8 или 7 городов древних, древних городов Мне интересно это стало, и я начал это смотреть и снимать Но попутно были какие-то другие моменты Было очень много разных ситуаций Достаточно, скажем так, не очень приятных Приятных, странных У меня получилось так, что я попал на каучсерфинг к 3 геям Я ночевал в доме у 3 геев Это было вообще просто крэйзи, реально крэйзи путешествие Я это покажу в одном из видео Это было в Гватемале Сразу говорю, никакого отношения к их комьюнити не имею Поэтому так получилось Я объясню, наверное, видео Если я не помню, снимал я это, про это или нет То потом добавлю информацию, как вообще это получилось Я специально не планировал такого Будет интересно, много разных мест Очень быстро и достаточно было тяжело Так что на этом все Жду вашей активности и комментариев под видео До встречи Всем привет! Сегодня 1 февраля 2020 года И мое приключение начинается Я сейчас выезжаю из Сан-Исидро Я буду здесь отсутствовать ровно месяц И все стандартным путем иду на станцию автобусную И до Сан-Хосе Из Сан-Хосе меня заберут русские ребята И мы поедем в Тамариндо В Тамариндо я останусь примерно на 5-6 дней И затем уже начну свое путешествие в сторону Канкуна Я добрался до станции Мусок Сейчас жду свою подругу местную Которая приедет сюда и заберет свой подарок Ей нравятся матрешки И попросил ребят русских Которые приехали сюда в Кустырику привезти матрешку Вот такая Плюс они мне тут еще привезли очень много всего Вкусностей разных Птичье молоко Тульский пряник Еще что-то Птичье молоко Халвы Огромный пакет Не знаю сколько весит Цикорий И там еще в пакете много Куча всего Сейчас жду ее Отдаю ей подарки И едем дальше Парались с датамарином Меня подбросили сюда мои знакомые русские И сейчас будем кушать Сейчас покажу что у нас здесь Такие вот лапша китайская И немножко роллов Сейчас поедим и поедем в сторону пляжа И я конечно же все покажу Как здесь это выглядит Вот такая здесь погода Тамариндо Смотрите какой закат красивый Просто обалдеть Это тамариндо Ну что я добрался до своего жилья Вот так оно выглядит Достаточно скромно Сейчас покажу Все очень Так скромно Достаточно я готовлю Меня Меня хозяин довез до магазина Я закупился И его жена мне приготовила курицу Отлично пахнет С чесноком С луком Я купил продукты Вообще стандартные Сейчас буду сам готовить Салат себе быстро Ну Авокадо Помидоры Здесь яичница 7 яиц Здесь ванна с туалетом Это мариндо нравится Конечно Из всех курортных городов Больше всего Здесь очень классно Красивейший закат Сейчас буду есть и ложиться спать В принципе на этом первый день моего путешествия заканчивается Сегодня уже 4 февраля Время примерно 10 часов утра И сейчас мы поедем на пляж Ну что Как я уже сказал Сегодня 4 февраля 2019 года И я принял решение Завтра уже уезжать из Тамариндо Рано утром Чтобы Чтобы добраться до Гадураса Я это попытаюсь сделать за один день Буду ехать весь день На автобусах Пройти две границы Надо Это прям Масштабный план И доехать до столицы До Гуссигальпы И чтобы не терять Не терять день Я посчитал Мне реально не хватает Времени Потому что 13 числа 13 февраля Из Гватемалы У меня уже самолет В Мехико-сити Поэтому До 13 числа Мне надо посетить Три страны Это должно быть Очень быстро Поэтому я Решил не терять время Я планировал здесь быть До 7 февраля 7 уезжать Но Решил что лучше поехать Потому что Могу не успеть За один день И придется где-то ночевать И терять День Чтобы был в запасе Все Направляемся Ну что Я доехал до первого пляжа Сейчас покажу Расскажу его название Я сам в этом В этих местах В первый раз Именно с этого пляжа Мне посоветовали начать Мои знакомые Мои друзья Доехал я Очень просто По навигатору В Maps.me Сейчас покажу Как называется Пляж Начнем мы вот отсюда С пляжа Плая Ла Тенко Дальше у нас будет Патреро Потом мы переместимся Вот сюда На пляж Плая Фламинго Плая Бразилито Будет следующий И дальше поедем вниз Вот сюда В сторону пляжа Тамаринда Вот здесь он находится Собственно Я живу Вот здесь В этом деревушке Под названием Виллериал Очень рядом Близко К Тамаринду А сейчас мы находимся Вот здесь Вверху И отсюда будем спускаться вниз Это все пляжи Потом посмотрим И проголосуем Какой пляж Больше понравится Вот такой пляж Здесь Белый песок Можно сказать Блин здорово Мне нравится Достаточно Большой пляж Пляжи С красивыми видами Давайте сейчас прогуляемся Вон в ту сторону Мне там нравится Посмотрим Поближе Смотрите какая чистая вода Вообще здесь очень приятное место Мне Мне понравился этот пляж Однозначно он классный Красивые виды Все на фоне Такой выгоревшее Но потому что Лето Костриканское Очень красиво Так вдалеке Видите на этих Холмиках И находятся Виллы Честно говоря Я на каком-то одном Из пляжей Хочу искупаться И честно говоря Я бы это сделал здесь Но это самый первый пляж И Поэтому делать я это здесь не буду Поедем дальше Кстати Рядом с пляжем Есть парковка Здесь достаточно тихое место Я думаю Без проблем Можно оставлять машину И там ходит парковщик И будет стоить Я думаю Ну не больше Мили Двух миль Стоянка Ну не смог я Не добежать до коня с пляжа И не показать эту красоту Посмотрите На фоне Такие Красивые кактусы Здесь на скале Прям кактусы растут Очень красиво Очень прозрачный Прозрачный океан Вода Чуть-чуть прохладенькая Такая приятная Но вообще Топовое место Я не знаю Почему здесь Мало людей С этой стороны Мне кажется Здесь даже Поинтереснее Вот так выглядит Вся панорама пляжа Пляж Не сказать Что прям огромный Но он очень классный Очень красивый И здесь есть деревца Под ними тоже можно спрятаться Люди сидят Отдыхают Однозначно Один из лучших пляжей Который я видел Очень классное место Все Едем Едем на следующий Это был пляж Плая Пенка И сейчас мы отправляемся К следующему пляжу Называется Плая Патрера До него Примерно Два километра Очень жарко На улице Радусов 40 Я даже палец обжег А песок Ну что добрался До следующего пляжа Плая Патрера Пойдемте посмотрим Здесь кстати никакой стоянки Я не вижу рядом Просто вот Кондоминиума И все И там начинается Сам пляж Вот такой пляж Но Сразу говорю Что Это конечно не то Долго останавливаться Здесь не буду Мне он Честно говоря Не понравился После пляжа Плая Пенка Этот пляж Плая Патрера Уровнем гораздо ниже Пока что Плая Пенка Выигрывает По всем показателям Так еще раз напоминаю Где мы были Плая Пенка Мы уже побывали Следующий у нас был Пляж Плая Патрера Где мы сейчас находимся Вот он Плая Патрера И сейчас я приложил маршрут До следующего Следующей нашей Точки Пойнта Это Плая Пляж Плая Фламинго Его Тоже мне посоветовали Посетить И мы туда Как раз сейчас и направимся Нажимаем старт 4-6 километра До пляжа Поехали Заехал с другой стороны Пляжа Патрера Сейчас покажу Как это выглядит Здесь какой-то ресторанчик Видите там на холме Гостиницы Всякие Вилы И много-много яхт Здесь купаться Как-то не очень хочется И вода мутная Посмотрите Хотя вид неплохой Если посидеть Допустим Вот здесь В ресторане Ну что Добрался до следующего Пляжа Называется Плая Фламинго Смотрите Здесь какие Красоты Запарковался Среди Кондоминиумов Вилл Здесь вообще Частная территория И сейчас Пройдем Немножечко Я вам покажу Как выглядит пляж Сам пляж Достаточно большой Я уже здесь был Я приехал В его крайнюю часть Вот сюда Здесь получше И меньше народу Песок достаточно Белоснежный Смотрите Какой он большой Пляж Тоже очень красивый Здесь в принципе Неплохо Но здесь Волны В основном Все паркуются Вот там Вот с той стороны Там же можно Подобрать себе Экскурсию Но я лично Остановился бы Вот здесь С этой стороны Здесь Как-то более Приватно Почему мне понравился Первый пляж Который назывался Пенка Потому что Он Приватный И там Все-таки Ну красивее Вы видели И вода Самая чистая Вода Именно Там Все Едем к следующему пляжу Он называется Бразилито Здесь все рядом В принципе Недалеко Единственные Маленькие Такие улочки Мне сейчас пришлось Там немножечко Повозиться Потому что Мусоровоз Убирает мусор И Достаточно сложно Разъехаться был Ну что ж Мы приехали Я сейчас вам покажу Что из себя представляет Пляж Бразилито Мы прокатимся На машине По этому пляжу Я наверное Выходить особо Не буду Потому что Он достаточно Похож на Остальные пляжи Прям что-то Такого сверхъестественное Здесь не вижу Я здесь тоже Первый раз Вот так он выглядит Интересно было Буду до того островка Доплыть Опять же Скалы такие же Все в принципе Очень похоже Но давайте Попробуем Немножко проехаться В ту сторону Я сейчас поснимаю Забыл как называется Эта игра Я ее первый раз В Доминикане увидел Играли американцы Не помню Честно говоря Железными шариками Как всегда Пляжи интересные В конце Как сказать В начале и в конце Посредине Не очень интересно Где именно они Ограждаются скалами То есть Сейчас я покажу В конце он там Вот с той стороны Конечно же Интересно Возле скал И в обратную сторону Пляж очень большой В принципе Я думаю Понятно Но сейчас мы В ту сторону Немножечко проедемся И я покажу Что с той стороны Смотрю Нет ли здесь крокодилов Потому что Вчера местные Мои знакомые Показали мне видео Как в Тамариндо Прям в Тамариндо На дороге Крокодил переходит Переходит через дорогу Огромный крокодил Очень забавно Это было наблюдать Так что В таких речушечках Они как раз и живут Я нахожусь В середине пляжа Бразилито Вот так он выглядит Здесь кстати Волны больше Чем с той стороны Куда мы сейчас заезжали Но особо Мне он не нравится Здесь вода мутная Из-за того Что волн больше Волны больше И как-то он не так уютен Опять же Пока что первое место Занимает пляж Плая Пенка А на втором месте В моем чарте Топе Это Плая Фламинго Огромный Длинный пляж Береговая линия Большая Это пляж Плая Бразилито Все Уезжаем с пляжа Бразилито Следующий пляж Назовется Плая Кончаль Плая Кончаль Поснимать не удастся Потому что здесь парковка И до пляжа идти 10 минут Парковаться И плата за парковку 2000 колонн У меня нет наличных денег Поэтому Дойти 10 минут до него Как-то Не хочется Поэтому я его объезжаю Едем к следующему пляжу Он, кстати, один из лучших Которые советовали местные Называется Плая Лас Пиратас Сейчас покажу Как он выглядит Ну что, я все-таки Добрался до Плая Кончаль И здесь, кстати, еще Рядом Плая Порто Ехо, по-моему, правильно Называется Плая Кончаль Вот там По прямой И здесь Как-то гораздо приятнее Атмосфера И Парковка здесь приятнее Меньше суеты Меньше народу Мне там не понравилось Если честно Эту дорогу я нашел В объезд В принципе, опять же С помощью мапсми Вот, сейчас покажу Вот отсюда я приехал Тут главное Объехать вот эту Резервацию Кончаль Потому что Навигатор ведет Через нее Я ехал вот здесь По этим дорогам Вот так стоянка выглядит Гораздо все приятнее Кстати, мне нравится Вот этот пляж И Вот С той стороны Плая Кончаль Тоже, кстати, неплохо Здесь, опять же Достаточно такая Приватная территория Тихо, спокойно Волны небольшие Сейчас пройдемся Немножко в ту сторону Вот так выглядит Здесь пляж в конце Красивые виды И вот так выглядит Весь пляж Мне этот пляж понравился Он Что-то между Делит, скажем так Между Первое место С Плая Пентка Здесь тоже неплохо Здесь спокойно Здесь немного народу Едем к следующему Одному из самых лучших Который мне советовали Местный Плая Лос Пират Ну что, мы прибыли Вот так выглядит Пляж Лос Пиратас Сейчас покажу Он, в принципе, с двух сторон Очень красивый Смотрите, как красиво Такой островок В центре С пещерой Волны не очень большие Практических нет Вода достаточно чистая Дальше еще есть пляжи Вентанос Их очень много Здесь по побережью До самого Тамаринда Вечером я покажу Сам Тамаринда Посмотрим закат Плюс Рядом с ним Более такой приватный пляж Спокойный Лангоста называется Постараюсь до него Тоже доехать Дальше еще есть Плая Гранде Это Тоже известный здесь пляж Он достаточно большой Береговой линии Там ничего особенного В нем нет Единственное, что За последнее время Там в последнее время Участились случаи Краж Краж вещей из машин Краж самих машин И даже сами местные Пишут на форумах Чтобы Просят, чтобы Усилили охрану Этого пляжа То есть поставили Больше полиции туда Туда я не рекомендую ехать Потому что И так здесь очень много Хороших пляжей Вы сами видели Сейчас я искупаюсь И надо будет пойти Поесть Поехать Ну что, я искупался Вода была Отличная Даже выходить не хотелось Смотришь И его плоды ядовиды Мой стандартный Обед Здесь Вот так он выглядит Ну, по сути, это красота Хорошее заведение Здесь очень вкусно готовят Я сейчас покажу На выходе Как оно называется Это здесь В Вильериале Тамаринда Вот так называется Это место Сода Лас Пальмас Очень было вкусно И Едем дальше Домой Мне надо постирать вещи Съездить в магазин Закупиться продуктами Показать вам закат На плая Тамаринда Сейчас покажу Лайфхак Как почистить обувь Сегодня наступил На жвачку Прилипло Кроссовку Смотрите Здесь была жвачка Муравьи Все съели Представляете Все вычистили До блеска Практически Смотрите Тут сколько Вот что из себя Представляет Тамаринда Это такая улица Одна Главная И Бесконечные пробки Очень много туристов Сейчас Объедем Машину Мне Автомаринда Нравится В принципе Мне здесь нравится Больше всего Из всех курортных городов Ну что ж Добрался до пляжа Лангоста Сейчас покажу Здесь вообще Какая-то частная Приватная территория Пробираюсь Через такие же Заросли с ягуанами Вот он уже Пляж Здесь такое Сильно Каменистое дно Но наверное Плюс еще Отлив Поэтому Вот так Скорее всего В прилив Все вот это Скрыто Время 24 минуты Шестого И примерно В шесть Будет закат Можно в принципе Подождать здесь На главном пляже Я уже был Несколько раз Видел закат Посидим Посмотрим Здесь 5 февраля 2020 года Время Время пол пятого утра И я готов Отправляться Первая точка У нас будет Либерия Мне нужно доехать Отсюда Из Вильериала Где я сейчас живу До Либерии На автобусе Автобус В 5 утра Меня хозяин Эдуардо Должен сейчас Сейчас подвезти Как раз К остановке 4.47 Я уже на остановке Это Вильериал Туда кстати Поворот На Тамариндо 5 километров Очень близко Все И вы на пляже Сейчас жду автобус Он должен подойти Примерно 5 часов Сюда И едем Едем до Либерии Ну что Я доехал На автобусе Из Тамариндо До Либерии Стоило это 1750 колон Сейчас я пересаживаюсь Точнее уже пересел На автобус До Границы с Никарагуа Стоит это 1800 колон Сейчас покажу Где находится Станция В Либерии На которую нужно пересесть В принципе Тот автобус Который идет Из Тамариндо Он подъезжает Именно на эту станцию Просто нужно Поменять автобус Она называется Терминал Дебус Из Далиберия Вот здесь Мы пересаживаемся Ехал я из Тамариндо 2.5 часа Практически Очень долго Автобус подошел Примерно в 6 часов 15 минут утра Так что я слишком рано Пришел на остановку Ехал по всем деревенькам Собирал народ Поэтому так долго Все Едем Граница с Никарагу Ну что Я получил выезд Из Границы с Коста-Рикой Сейчас направляюсь На границу Никарагуа И Потом До столицы Скорее всего До Монагуа На автобусе Стоило 9 долларов Ничего не поменялось Все как прежде На улице Достаточно жарко Я уже не один Девушку зовут Альва Она Из-за спадни Вот так здесь все выглядит Направляемся к границе Пока все спокойно Никто не грабит Не нападает Все отлично Ну что Я уже прошел Границу С Никарагуа Еду В сторону Монагуа Сел сразу же на автобус Кстати Из Либерии Мне тоже повезло Я приехал на станцию Буквально за 5 минут До отправления Автобуса До границ С Никарагуа Потому что Следующий автобус Был бы через час Только Я бы целый час Потерял на станции Время 11 17 Утро Опять меня на границе Продержали достаточно долго Выясняли куда Зачем Но все нормально Поставили штамп Цены те же самые Выход из Коста-Рики 9 долларов И Вход в Никарагу 13 долларов Плюс 12 долларов За автобус Я сел Не стал ехать На местных автобусах Взял Такой Хороший С кондиционером За 12 долларов До Столицы Оттуда будем уже Разбираться Куда дальше И на чем Ну что Я уже в маршрутке Вот так называется Терминал Отсюда От этого терминала Я его потом еще добавлю В видео Мы едем Сейчас покажу куда Чинандэ называется Вот она станция Здесь мне нужно будет Еще раз пересесть И уже доехать до границы С Гондурасом Не знаю как это будет происходить Потому что время уже 14.26 Проезд стоит от Монагу До Чинандэ До вот этой станции Где отмечен флажок 3 доллара Или 100 корда Такси стоило От остановки автобусной До этой станции 4 доллара Но просил он у меня 10 В итоге Я сказал что у меня нет Таких денег У меня вышел на улицу И поймал такси за 4 доллара Приезжай с Богом Так что ехать нам 2 часа Отправляемся Так выглядит автобус Он полностью забил Почти 6 часов Подъезжаю в границу С Гондурасом Куассауле Доехал достаточно быстро Из Монагуа До сюда 3,5 часа Водители Едут очень быстро Еду на такси Потому что Сюда не проехать Маршрутка останавливается Примерно за полтора километра И нужно брать Вот такой Велосипед Я не знаю сколько стоит Сейчас уточним Если что Доллар дам Уже подъезжаем Границу Добрался я до Гондураса Время полвосьмого Я буквально полчаса назад Прошел границу И автобусы Уже в это время Не едут До следующего Моего местоназначения Я собирался доехать Сегодня до Тайгуси Тайгуси Гальпы Но у меня это не получилось Потому что Не успел на автобус Вариант был один Оставаться здесь В отеле В хостеле И самое дешевое Что здесь есть Это 15 долларов Вот такой номер Сейчас покажу Дара конечно конкретная Я в таких Не останавливался Давайте посмотрим Я еще не видел Там банна Вот так это выглядит Из Монагуа Я доехал до Чинанде Чинандега Это стоило 3 доллара Попалась хорошая маршрутка Из Монагуа Две девчонки Сидели рядом со мной Не знаю Наверное на видео Было видно Я снимал чуть-чуть И справа парень Мы доехали благополучно Да Чинанде Чинандехи Ехали очень быстро 100-120 км в час Обгоны Дорога прямая В принципе Хорошо Видимость хорошая И девчонки Мне все подсказали С парнем с этим Быстро показали Где следующая маршрутка Где купить билет Посадили меня на маршрутку И отправили В принципе Вторая маршрутка Была тоже Ничего Две девчонки были Парень Только все наоборот Справа две девчонки Слева парень Все в порядке До того момента было И пока мы не доехали Начали подъезжать К Некарагуанской границе Люди вышли И я с маршрутчиком поехал Я немножко поснимал Один Довез меня оставшиеся 8 км до границы Я остановился И там Меня подхватил Велосипедист этот Вы его видели Ну я так Предположил Что 2 доллара ему оставлю Он мне прокатил Дальше Он меня ждал Плюс там Минут 20-30 Пока я пройду Некарагуанскую границу Выйду оттуда Мне девчонки На Некарагуанской границе Заполнять помогали Декларацию В общем Все в принципе нормально Но Некарагуанская граница Здесь с этой стороны А с Гондурасской Конечно Не сравнить с Коста-Риканской Там новое отделение Здесь Рост и сарай какой-то Все в грязи Очень грязно Вообще Я не знаю Я наверное Не рекомендую Никому сюда одному ехать Если кто-то Кому-то не хватает эмоций Ощущений остров Тогда да Все прошло нормально Я сел к этому Таксисту Велосипедисту Он меня довез до границы С Гондурасом И сказал Все Мы здесь расходимся С тебя 20 долларов 20 долларов За то что Довез мне на своей телеге Я говорю У меня нет таких денег Я говорю Два доллара Я тебе могу дать Он расстроился Обиделся В итоге Он говорит Пять Давай пять Я ему говорю Не я тебе могу два дать Ты мне три сдачу Уместно менял И разменяли ли деньги Я начал курс считать У меня конвертер стоит Я понимаю Что они меня В половину Обманывают Я говорю Ты извини Меня этот курс не устраивает Этот менял Убежал Отобрал деньги Этот расстроился Говорит Давай пять долларов Я говорю У меня нет Два доллара Если хочешь Подожди Я сейчас выйду С границы Гондурасской Плачу Там и тебе отдам Он Распсиховался Говорит У меня работа Заканчивается Все И уехал Ну это его дело Не стал ждать Я бы ему два доллара Я вышел на самом деле С гондурасской границы Посмотрел Его нет Я бы ему отдал Два доллара Дальше На гондурасской границе Я захожу И меня спрашивают Почему у тебя в штампе Выезда Ой Почему у тебя в штампе Въезда в Никарагуа Не стоит Количество дней И говорит Я тебя не смогу пропустить Я думаю Ёлки-палки Он говорит Иди обратно Где ты Сейчас ставил штамп По выезде Пусть тебе там Решают вопрос Я думаю Ёлки-палки А там идти Реально погрязи Темнота И ну вы просто Не представляете Какая здесь жуть Я не снимал Здесь уже конкретно Это реально стрёмно Я уже думал Реально у него Просить какую-то охрану Или чтоб он На машине подвез Назад бы я пешком Точно не пошел Он зовет старшего Старший Говорит Сейчас посмотрим Приносит Поставил от руки И я ему говорю Спасибо тебе большое Дружище Говорит Нормально все Все Два доллара По-моему Или три доллара За въезд В Гондурас И дальше Я иду на автобус Автобуса Оказывается Больше нет Меня встречает Еще один тут Работник Как он сказал Миграции Миграциона Показывает Мне удостоверение Свое Он говорит Давайте провожу До отеля Я говорю Хорошо Разговариваю Он кое-как На английском Говорит Проводил меня До отеля Говорит Ну Дай мне пять долларов За работу За мою Я говорю У меня денег нет Вообще У меня реально Там оставалось Тридцать пять Или сорок долларов Я говорю Мне сейчас За отель платить Вот такие дела Никому я Короче денег Здесь не дал Сегодня Я сюда Больше точно Не поеду Вот таким Пешком Скажем так Мне этого раза Хватило Мне очень хочется Уже доехать До Тегусигальпы Я наверное Завтра Да Какие планы Завтра Я все-таки Доеду Тегусигальпы Планирую В четыре часа утра Опять же Автобус Единственный Автобус Прямой Отсюда С границы До Тегусигальпы Стоит в районе Шести долларов В центр походить Я посмотрю Насколько там Опасно Не опасно Это одно из самых Вообще опасных Мест Одно из самых Опасных Стран Гондурас И тем более В центральной Американской Во всех Центрально-американских Странах Самое опасное Это все-таки Столицы Районы В центре Более-менее Особенно днем Еще более-менее Не знаю Как здесь Я зато посмотрю Поснимаю Что-то в центре Возможно Похожу И Я все-таки Планирую Завтра опять же Не терять день И поехать сразу В Капан Капан Руинс К пирамидам Там вроде бы Пишут Что поспокойнее Хороший город Проехал я сегодня Вот сколько В районе Пятиста километров Ну естественно Побольше Особенно долго Мы ехали Из Из Тамариндо До Либерии Потому что автобус Заезжал во все деревеньки Местные Ну что ж Завтра опять Ранний подъем Я хочу поспать Пораньше лечь И Чтобы Нормально встать И доехать Побыстрее До Тагуси Гальпы Там ехать примерно Если В Директ То автобус Три часа Так что С утра Пораньше Уже будем на месте Забыл сказать Что на это все дело Я сегодня потратил Пятьдесят Три с половиной доллара На все эти проезды И пересадок Было сколько получается Раз Раз Два Раз Два Три Четыре Пять Пять автобусов Получается Было у нас Сегодня Давайте вообще покажу Как выглядит здесь все Такая конкретная коммуналка Смотрите Здесь гемаки И бесконечные траки Честно говоря Туда даже выходить не хочется Это вот хозяин метет И сюда должен автобус подъехать Прямо здесь остановка Напротив его дома Всем привет Три часа ночи Подъем Надо почистить зубы И сейчас уже приедет автобус В полчетвертого Вчера зашел Ко мне хозяин Сказал не в четыре В полчетвертого Так что Встаем И выходим Надо выбираться Побыстрее Ну что погнали Вроде сел Прямой автобус До Тегусыгальпы Ехать 185 километров Время 9 часов 10-15 минут 10-го я выехал Из Автобусной станции Там точно так же С автоматом Сный человек Поэтому Я сразу пересел На автобус До В сторону Копанруинс И мне ехать 8 часов Копанруинс 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 Ну что, остается 200 километров Я себе набрал Я себе набрал еды Была остановка Вот это все Стоит 380 рублей Здесь рыба Сыр Там китайская лапша Как Коста-Рики Такая же тоже там С каким-то мясом Приятного аппетита Едем Пока все нормально Ну что, я добрался До Копанруинс Топают от автобусной остановки Еще идти 800 метров До моего хостеля Ну, конечно же Здесь ничего не видно Завтра Теперь все покажем Скальная живопись Вообще Я читал, что здесь классно Люди пишут Завтра проверим По светлу Как это будет И плюс завтра У меня еще Руины мая Так что Надо сегодня Хорошенько отдохнуть Время без 28 Я заселился Хоть здесь и комнатушка Маленькая Но сам хостел Он хостел-отель Достаточно Большой В принципе Все чисто Хорошо Красиво Я покажу Завтра Наверное Здесь отдельные Такие комнатки Маленькие Совсем Сейчас покажу Так выглядит Вообще Малюсенькая комната На первом этаже Общие ванны И душ И туалет Комнатки сами Отдельные И плюс Есть отдельные Отдельные Двуспальные номера Сейчас покажу Как выглядят Деньги Лемпиры Мне называется Гондурасски Вот так они выглядят Вот такие вот денежки Одна лемпира Два с половиной рубля Примерно Отель стоит 247 лемпир Или 10 долларов Ну что Всем доброе утро Сегодня пятница Сейчас покажу Как здесь выглядит Это хостел В котором я поселился Там Душ И туалет Здесь Вот такие номера Вот так Тут кухня Можно готовить Сейчас поднимемся Еще наверх Здесь можно Поесть Поваляться в гамаках Ну что Время полдевятого Находимся мы в Копан Руинос В городе Сейчас покажу Виды Вот так Все это выглядит Очень красиво Здесь Мне нравится Стиль этот Все вымощено Булыжниками Я иду в сторону Банкомата Мне нужно снять денег И отправляемся Уже На На самом На самом городище Майя После мая Я покажу Сам город Вход стоил 15 долларов Вот там касса Можно заплатить Это прям Копия Городища И вот здесь вход Что пойдем исследовать Это старинная система Канализации Майя Здесь они Стирали вещи И вода Проходящая Из речки То есть она Проходила вот так Все это смывало В саму речку Речка вон там находится Вообще Я в принципе Приехал сюда В Гондурас Именно из-за этого места Из-за Копан Руинос Копан точнее Немножко расскажу Гондурас Это центральная Америка С двух сторон Она намывается океанами С юга С юго-востока Получается У нее Атлантический океан С Карибским морем И внизу Залив Фонсека Это Тихий океан У Гондураса Есть небольшой выход Тихий океану Граничит с тремя государствами Никарагуа С юга С севера запада Сальвадор Эль Сальвадор И с севера Гватемала 8,5 миллионов Жителей В Гондурасе Национальная валюта Лемпира Гондурасская Примерно 2,5 рубля Одна лемпира Столица Тегусигальпа Не рекомендую Посещать это место И в принципе Едут все сюда Это главное Туристическое место Еще в Гондурасе Есть два Замечательных острова Это Руатан И остров Утила На Руатане Кстати Совершается дайвинг Погружение Считается что Здесь в Гондурасе На Руатане Дешевле всего дайвинг И года полтора назад Я находил информацию Стоило 10 погружений Всего лишь 350 долларов Кстати Гондурас еще известен тем Что В 2009 году На Утилу Совершил жесткую посадку Самолет Перевозивший 1,7 Десятых тонн кокаина И Его преследовала Американская Американские военные У самолета закончилось топливо Он где-то в джунглях Там Тяжело приземлился Развалился на части И на англоязычных сайтах Форумах Я потом находил информацию Даже люди Через несколько лет Собирали Туристические группы На поиски Всего этого добра Здесь кстати здорово Попугаи Ара Повсюду Орут И что ж Идем дальше К самим руинам А вот Смотрите Как сидит здесь Привет Друг Раша Русия Русия Смотрите Здесь регистрация Как проходит Таким пером Интересно Здесь нашествие Ара Смотрите Несколько Много Здесь уже Три сидит Там Навет Их Очень Много Ара Это Священные птицы Майя Рассвет Майя Еще был В первых веках До нашей эры Начался И продолжался До примерно Девятого века Уже нашей эры И в принципе Вся культура Она в одно время Как-то Совершила свой упадок Закончилась Это примерно Восемьдесятые Годы нашей эры Большая часть Майи Она Исчезла Здесь невозможно Снимать Очень много попугаев Кстати Капан Это одно Из самых Больших Городищ Майя Поэтому Мне Очень хотелось Сюда приехать И плюс К этому Это Самая Окраина Цивилизации Майя Юго-восточная Точка Дальше Майя Не распространялись На территории Центральной Америки Только Вверх К северу Гватемала Еще Были Сальвадоре Городища Но Основная часть Это Гватемала И Соответственно Мексика Юкатан Странное ощущение Это первый Вообще Мой город И в принципе Майя И в принципе Вся эта поездка Она Вот у меня Как-то сложилась Таким образом Что я хочу Посмотреть Именно Вот эту культуру Цивилизацию Майя Поездить по городам Очень красиво Здесь Попугаи летают Вот так Все выглядит Пока Пока Нет туристов Очень тихо Но Впереди Большая группа Представляете Целая культура Сколько Этому лет Смотрите Как большая Черепаха Алтарь Смотрите Здесь Похоже Кому-то Рубили бошки Мы сейчас Находимся Кстати На главной площади Это главная площадь Всего городища Общая площадь Всего этого комплекса 24 километра Охраняется ЮНЕСКО Кстати Основные цвета Майя были Красные и белые Вот это все Красилось В белый С красным Кстати Подъезжаю уже сюда Ближе Границы с Гватемалой Здесь Кардинально изменилась Изменилась природа И Очень много зелени Появилось Я в принципе Так и предполагал Что почему-то Не знаю Может быть где-то Видел воспоминания Каких-то гватемал Мне казалось Очень зеленой страной Ну как Коста-Рика И это действительно так И тут До границы с Гватемалой Примерно 7 километров Очень зелено Очень красиво Сам Гондурас Это 80% территории Горы И всю дорогу До сюда От Границы с Никарагу Я ехал по горам Поэтому очень тяжелая дорога И достаточно долго 9 автобусов Это было очень тяжело Я, наверное, не рекомендую никому Но так же делать Плюс Я делал это очень быстро Все за 2 дня Проехал от Коста-Рики До сюда Вот она карта Здесь я поснимал Это главная площадь Все вам показал Со стеллами Я сейчас нахожусь вот здесь И теперь мы Движемся в эту сторону На основную часть Посмотрим, что там Смотрите, какая красота За моей спиной Сейчас мы до туда дойдем Хочу сказать, что Майя разговаривали На разных языках Привилегированный класс Разговаривал на На своем языке Немножечко другом Чем обычный Обычный Майя Послушайте Вы слышали, как звук отражается? Здорово Даже вот эхо слышно Это реально Настоящее футбольное поле Называлось оно у них Поле для игры в мяч Нужно было попасть Вот в эти Мячом Вот в эти статуи Если попадали То засчитывался гол Было 3 тайма Под этим навесом Находится самая длинная Из известных Иероглафических Лестниц Майя И 15 страниц С которой были переведены Прямо В первоначальном состоянии Они сохранились 15 из 63 Остальные были переведены Институтом Карнеги, по-моему Сейчас покажу, как это выглядит Это самая длинная Лестница Иероглафическая Она составляет 2 страниц Печатного текста Вот так она выглядит Представляете На каждой ступени Иероглифа Это все переводилось Учеными 63 ступени Эта лестница Это история Майи Вообще Вся история Майи Капана И до сих пор Много людей Работают На этой лестнице Переводят ее Транскрипции Все эти стелы Которые я показывал Это стелы Посвященные Царям Царям Капана Это 15-й царь Капана Там 14-й И вот они идут по порядку То есть До самого верха Все цари Смотрите Здесь история целая Здесь получается Все погребено было Под 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 эту лестницу Здесь были раньше Другие строения Вот они Годы все Все это как строилось Последнее было В 755 году Надстройка Чем дальше они жили Тем дальше прописывалась Эта история Каждый записывал историю Это как книга Книга историческая Получается Стадион Какие-то тут ощущения Странные Проходя между этими Колоннами Вот это дерево Наверху Оно называется Сейба Это дерево Ему 300 лет Это Национальное дерево Гватемалы Такое ощущение Что Как бонсай Дерево из бонсай Только огромное Смотрите Это дерево Вообще необъятное Это дерево Называется Гуанакаст Это дерево Национальное дерево Коста-Рики Сейчас покажу на фоне Вот оно Такое Не знаю Как будет видно Огроменное дерево Идем дальше В оставшуюся Часть городища Она называется Западный двор Восточный двор И в самом конце У них было кладбище Дерево из бонсай Дерево из бонсай Смотрите Смотрите Как это выглядело Все Поле для игры В мяч Где мы видели Где я показывал Белый и красный Основные цвета У майи Вот там впереди Это восточный двор А вот здесь Западный двор Я уже его показывал Вот он Сейчас мы и туда спустимся Это очень важная Важная Постройка для майи Потому что здесь Они наблюдали За звездами За луной То есть Это их Астрономический центр Скажем так Вот здесь Где я сейчас нахожусь Странное чувство Но у меня прям такое Приподнятое настроение Место Энергетически Должно быть Наверное Не очень положительным Потому что здесь Очень много Жертв приносилось На алтарях И В принципе Это было почетным И кстати В футболе Ну не в футболе А в этом В игре мяч Кто выигрывал Команда По-моему Оттуда игрока Приносили в жертву Из выигравшей команды И было почетно Выиграть именно И Чтоб тебя Чтоб тебя Принесли в жертву Еще одна площадь Сейчас покажу Это Западная часть Как я говорил Западная площадь Вот эти Чаши Сосуды Я не знаю Как это правильно назвать В них Майи Толкли Зерна какао Делали какао Шоколад Вот в этих сосудах А вот это Статуя Фигурка Ягуара Ягуара Это одно из Священных животных Майя Вот здесь Если вы слышите Протекает река Копан Эта река Была раньше Гораздо Ближе Практически Вот рядом С Этим местом С городищем И ее специально Изменили русло Потому что Оно разрушало Уже Сам город Постройки И Специально Изменили Русло реки Перенесли его Чтобы не было Дальнейших разрушений Сейчас спустимся вниз Покажу что там Происходит Кстати еще один гид Сейчас удивился Что я из России Сказал что туристов Наши страны здесь Очень Очень мало Это западная площадь И Здесь по сути Входы В туннели Туннели Вот они сейчас Как выглядят Такой вход Туннели Все Все это местности Там тоже Вход Вот они Много их Но для этого Нужно иметь Билет Честно говоря Я не покупал Билет Вход в туннели Я прочитал Что не стоит Тратить деньги Там не особо Интересно В туннелях В этих Но я Сейчас вернусь Когда куплю билет В музей Вот там Будет кое-что Стоящее Вместе посмотрим Ну а вот там За всеми этими Комплексами Храмов Это последние Уже постройки Располагается Резиденция Скажем так Шестнадцатого Царя Капана И его Придворных Девушка Девушка сидит Под сигаретку Медитирует Это западный двор Сейчас посмотрим Что здесь Алтарь Ку На нем Изображены Все шестнадцать Царей Капана Этот алтарь Находится Перед лестницей К шестнадцатому Храму Этот храм Построен На усыпальницах Первых Первых царей Капана В принципе Мы уже закончили С этим местом И Вот тут мужик Сзади Рабочий Работает Который здесь Он сказал мне Что дальше Примерно В километре Отсюда Есть еще одно место Она называется Лас Сепультурас Это то место Где Жили майя Сейчас мы Туда тоже Сходим Ну что Я на входе В музей Стоит билет Семь долларов Сейчас посмотрим Что там есть Интересно В 1996 Году Был открыт Этот музей В нем Собраны Различные Монументы Культуры Майя Реконструированные Фасады И главной Его Жемчужиной Служит Восстановленный Храм Номер 16 Который Я показывал На На вас Точной площади Этот храм Был Погребен Под Более Ранними Постройками То что Вы видели То есть Под ним Находился Этот храм Его восстановили Благодаря Многочисленным Туннелям Под храмом Вплоть до Раскраски Сейчас я Покажу Как он Выглядел В изначальном Виде Вот он Этот храм Вот так он Выглядел В ранний Период До того До того Как его Сами Джамайя И Погребли Скажем так Только ради него Стоило сюда Зайти Здесь написана Небольшая история Этого храма Сами Ученые Назвали его Розалила Розалила Видите как он Выглядит Он то есть Был Вот так Погребен Под Под этим Храмом На его месте Воздвигнут Уже Новый Ну Музей он и есть Музей Я в принципе Сюда пришел Вот из-за Этого храма Мне хотелось Посмотреть его Вживую Так сказать И в изначальном Виде Как он выглядел Очень красиво Но остальное Это уже Прям совсем На любителя Вот так выглядит Весь музей У него два этажа Примерно два километра От города Городище Майя До Лас Сепультурес Вот такой лес Здесь на входе Билет Тот же самый Который был Который оплачивал За вход В резервацию Майя Так что По сути Сюда бесплатно Но идти Два километра Здесь жили Майя Много Много здесь Вот этих построек Но если честно Признаться Я бы наверное Не рекомендовал Сюда идти А закончить Все дело Посещением Городище Самого Майя Ну и может быть Музей Кому интересно Посмотреть На Вот этот Храм Ранней версии Храм номер 16 Вся эта местность Была поделена С одной стороны Отдельно Жили Богатые Богатый класс А с другой стороны Обычные люди С этой стороны Гораздо больше построек Чем стой Сейчас посмотрим Что здесь Вот такое место Здесь тоже Как площадь Ну что ж На этом все Время Пол первого Надо возвращаться Хочется поесть Так что идем назад И сейчас я вам покажу Сам город Капанруидис Вот так выглядит город Здесь достаточно спокойно Много туристов В парке достаточно красиво Разные здания Зашел в какое-то кафе Попробовать Местное блюдо Называется Баляда Оно с курицей внутри Сыр Фрихолис Фасоль И в такую лепешку завернута Стоит это 90 рублей Это вполне стаидобно Но Ничего впечатляющего Прям такого нет Наша шаурма вкуснее Ну что Иду в свой хостел Надо поискать информацию По Сальвадору И чуть-чуть отдохнуть Сейчас попил кофе Капучино С банановым пирогом С изюмом Стоит 90 рублей Снял денег в банкомате Кстати Здесь нельзя снять доллары И нельзя в банке поменять Даже олимпиры на доллар Сейчас пойду Куплю себе поесть Я там видел ребята Готовят Такос Тритакос за полтинник Это примерно Сколько? 125 рублей За тритакос Город оживает Ночная жизнь здесь Процветает Есть клубы Много кафе Отелей Здесь вот так вот Мясо жарится А нам чуть подальше Вот она Вывеска Тако Эль Пастор Такие маленькие лепешечки Я думал они больше Если честно Но Сейчас посмотрим Что это такое Я их никогда не пробовал А в таком беле только Каком Масло Масло Чуть-чуть они поджаривают На масле О, они вот так вот Кладываются по две Их получается три Раз, серго Раз Раз То есть Можно с говядиной Можно со свининой Я выбрал с говядиной Свинину не очень хочется А, и здесь я сам выбираю И накладываю сюда что хочу Вот что у меня получилось Здесь лук Капуста Вот такой салат Это чили Это просто соус Это авокадо Соус И петрушка Возможно чуть-чуть солновато мясо А вот Специи всех этих добавил Прям отлично Он такой Получился Пикантный Островатый Прям то что надо Но у меня будет еще один прием пищи Я пойду В одно место заведения Оно занимается чистым мясом Там очень много видов мяса И я уже там забронировался местечком Пойду Через два часика туда Через полтора И поснимаю Ну что ж Сегодняшний вечер Я решил закончить В ресторане В мясном ресторане Я это место отмечу На карте На гугл карте Тех мест где я был Так что Переходите Смотрите Там много точек уже стоит Здесь вот прям Очень много мяса От курицы Морепродуктов До Говядины С вининой Мне посоветовали Тибион стейк Он стоит 250 лимбир Это 10 долларов Или 650 рублей Мне это место посоветовали Местные люди Сказали Здесь очень вкусное мясо Я спросил Где есть мясо Потому что я не ел два дня Мне хотелось Именно покушать Хорошенько Потому что завтра опять дорога До Сальвадора Сан-Сальвадора Опять не буду есть Целый день В автобусе Потому что проведу В автобусе Еще неизвестно Как долго Это все дело будет На границе Проходить Все ждем Я только что сделал заказ Очень интересно посмотреть И попробовать Ну что такая огромная тарелка еды Я очень счастлив Сейчас попробую Как-то на вкус Пробуем Это очень нежное мясо Нежнейшее Ставит во рту Очень вкусно Очень Овощи На пару Картоха И куски мяса Его здесь Очень много Очень вкусное Не соленое Прям вот Прям вот идеально сделанное Как мне нравится То есть Иногда пересаливают Мясо в ресторанах Мне не нравится Просто я ем без соли Чувствителен к этому А здесь прям Вообще топ Очень вкусно Я рекомендую это место Называется оно Los Asados Если кто будет Вот так оно выглядит Кафе Здесь очень круто Очень вкусно Готовят мясо Конечно сижу И разные мысли приходят в голову Вот как такое сочетание Может быть Такой бедноты Очень сильной Заметной С В принципе Вот Нормальной жизнью С людьми Которые здесь повсюду С оружием Охраняют Здесь конечно Спокойно Я в принципе Хожу Не чувствую никакой опасности Адекватные люди Конечно Если сюда приехать Например из России Сразу То Я не знаю Наверное Человек Который это сделает Будет в шоке Но Когда ты живешь В Центральной Америке В принципе Ты Уже понимаешь Как здесь это все происходит Тебя это Не особо удивляет Особенно если ты был В Никарагу В Монагу И в Тегусикальпе В той же Я даже не знаю Кто сюда Доберется Это достаточно Такое место Далекое От России От всех остальных Курортов Маршрутов Но Я рад что я здесь побывал И не зря до сюда доехал Ну что Время Без 15 5 Утро И я топаю на остановку Возвращаемся обратно И едем Дальше В Сальвадор Ну что Мы добрались до границы Я не один Познакомился С парнем Из Японии Ехал с 5 часов До пол 11 Получается 5 с половиной часов Достаточно долго Мы перешли Перешли границу Нас выпустили Из Гондураса Никаких проблем Ничего платить не надо Заходим В Сальвадор И самое главное Здесь доллары И доллары И центы Все американское И это очень удобно То же самое было в Панаме Но в Панаме Единственные монетки У них местные Я честно говоря Первый раз здесь держал Монеты Американские Эти центы Первый раз в жизни Вот такие здесь автобусы Интересные Красивые Сейчас мы поедем Сейчас мы поедем На одном Вот на этом Здесь гораздо спокойнее себя чувствуешь Ну Вообще В принципе Спокойно Мне как-то больше нравится Чем В Гондурасе Когда я проходил Границу с Никарагу Никарагуа Гондурас Там было ужасно А здесь Хорошо Самый центр Но честно говоря Здесь немножко Стремновато Снимать Но Я делаю это аккуратно Стараюсь Мы зашли в кафе В центре Сан Сальвадора Сидим Общаемся Мне рассказывает Парень Он преподает Здесь японский язык Сальвадорцем Вот у него Занятия закончились И мы сейчас Разговариваем Вообще На разные темы Кстати В японском языке Три алфавита Смотрите Ребят Сейчас объясним Вот видите Стоят значки Цифры Один Два Три Это Из этого состоит Алфавит японский Первое Они заимствовали У китайцев Его То есть Первое Он был очень сложный И они сделали Свой Просто упростили Иероглифы Это второй Первый Чайнис Чайнис Да Это выглядит Действительно сложно Какая-то девушка Женщина захотела Упростить язык И получилось Вот это Второе Второе Алфавит Вот он выглядит Смотрите Он действительно Проще Согласитесь Чем первый Смотрите Вроде разобрались В чем дело Вот эта Китайская буква Они ее видите Изменили То есть Она вот Вот она Убо всех Одинаковая Третье Это Получается Язык Алфавит Используют Монахи Они Так как они Пишут Очень быстро Они Вообще Его упростили Еще больше То есть Они вообще Убрали Вот этот Символ Оставили Просто Одну Часть Но Изменялся Язык С китайского На японский Не сразу То есть Он не сразу Стал таким Был вначале Вот таким То есть По чуть-чуть Этапами разными И в итоге Он сейчас Вообще Приобретает Более Простые Простые Символы Как-то Вот так Очень интересно Было послушать И разобраться Прогуливаемся По центральной площади Я встретился С девушкой В которой Буду жить Два дня Она говорит Что здесь Очень безопасно Но Раньше Года два назад Было Весьма Весьма Опасно Сейчас Нормально Паласа Националь Очень красиво И Катедраль Пласса Дель Либертада Наверное Площадь Свободы Называется Сейчас посмотрим Как это надо есть Капуста Вау Вот она Папуста Какая-то Вау Как подерется Вау Это попусто С мясом Со свединой Бабы Здесь Приходят И сыр Сыр Каждый Пусто Сейчас попробуем Берется вот так С капустой Это вкусно Такая штука Она жарится в банановом листе Это Лепешка кукурузная Она сладкая С сыром Правая Вкусная штука Она немножко солноватое тесто А солновато она потому что она сырная Вкусно Такая маисовая Лепешка свежая С сыром Ждем автобус на автобусной остановке Едем домой Сначала в супермаркет зайдем Купим еды Потом Едем домой Готовить Честно говоря Я устал сегодня Автобусы 12 часов практически на автобус Ну что Сегодняшний вечер уже заканчивается Я Сальвадоре Столица Сан-Сальвадоре Сейчас мы Приготовили Ужин Совместными усилиями У меня уже нет сил Честно говоря Очень хочется спать Сейчас поем Изваливаюсь Курица И салат Завтра снова Целый день Катаемся Смотрим Достопримечательности Сальвадора Буду конечно же снимать видео И в понедельник с утра Я уже уезжаю В Гватемалу Дальше Сегодня 9 февраля 2020 года 8 утра примерно И мы отправляемся на экскурсию Сейчас ребята Покажут мне Как Что здесь вообще есть интересного Естественно это не все И в принципе для такой маленькой страны Здесь очень много различных Природных достопримечательностей Ну что первое место Куда мы приехали Называется Сан-Андреас Здесь Находится Еще один город Майя И сейчас я вам все покажу Вот так Это выглядело Примерно Вот с этого строения Начинался город И здесь Это как Пункт пропускной Был Которым была охрана И она следила Кто проходит дальше На территорию города Вот так выглядит Главная центральная площадь Существовала здесь Тоже система тоннелей Вот здесь располагалась Площадь Торговая площадь Как рынок Этот тоннель шел К этой площади И выходил где-то за ней Здесь проводились На этой площади Центральной Различной церемонии Жертвоприношения И вот эти строения Здания Они уже более поздние По принципу Того же Капанруинес Были возведены На Надо Более Более Ранними постройками Здесь Наверное Что-то происходило Серьезное Еще пепел Даже остался С тех времен Смотрите Здесь тоже растет Вот это дерево Гуанакасты Которое называется Огромное Это священное дерево Для май Через это дерево Общались с божествами И вот эта вот штука Это как Семя Плод От этого дерева Для них было Как средством коммуникации Через это дерево С богами Через эту штуку Ну что Вот и закончилась Наша экскурсия Стоило это Три доллара С иностранцев С местных По доллару Не знаю Стоит ли сюда приезжать Экскурсия проходит Достаточно быстро За час За не знаю 40 минут Можно все успеть Посмотреть Мы добрались До следующей локации Но для начала Наверное Пора рассказать Вообще Немножечко о Сальвадоре Что это такое Сальвадор Страна в Центральной Америке Это самая маленькая По площади страна Но при этом Самая Густонаселенная 6,5 миллионов Жителей Сальвадоре Столица Сан-Сальвадор Переводится как Святой Спаситель До 2001 года Валютой Был Сальвадорский Колонн Но после И по настоящее время Сальвадорцы Используют В расчетах Доллар Американский Сальвадор Омывается Только Тихим Океаном Это единственная Страна Центральной Америки У которой нет Выхода К Карибскому Морю До недавнего Времени Очень серьезная Стояла проблема Преступности В Сальвадоре 104 Убийства На 100 Это первое место В мире По этим показателям Можно сказать Одна из самых Опасных Опасных Стран мира Но буквально Пару лет назад Ситуация стала Меняться в лучшую сторону Как говорят Сами местные жители Стало гораздо безопаснее В принципе Город Патрулируется Большим количеством Военных С оружиями С Автоматами М-16 По улице Просто ходят Люди Военные Вооруженные Этот город Называется Наусалько Это Город Индейцев Это рынок Воскресный Сегодня воскресенье Подается даже рыба Таранка Первый раз вижу В Центральной Америке Это что-то еще сладкое Папайя что ли Смотрите Это называется Суп Депата Я не знаю Что это такое Это чисто Сальвадорское блюдо С какими-то Внутренностями Животных Но пробовать я это не буду Извините Это наливается В пакет И ест Из пакета Потом проделывается Дырочка в пакете И бьется Вот это называется Орчато Демонит Арахисовый напиток Бьется из пакета Он со льдом Он сладковат для меня А так в принципе Интересный Вкус Такой арахисовый Арахисовый напиток Я честно даже не знаю С чем сравнить Напоминает немножечко Еще привкус Кофе в нем Как будто присутствует Такой арахис Арахисовый кофе Холодное Здесь оказывается Свадьба Сейчас покажу Следующая локация Куда мы приехали В водопады Сейчас доберемся До места Все обязательно покажу Вода прохладная Приехали еще в одно Интересное место Так оно выглядит Здесь много кипарисов Они очень здорово пахнут Сейчас покажу Что здесь еще есть Мы сюда приехали Погулять Это следующий город Здесь в принципе Рядом расположены Гератки небольшие Они весьма похожи Чем-то напомнил Мне даже Купанруинес Такие же вымощенные Улочки Подъемы Вверх-вниз Здесь и кафе Рестораны И лабиринт зеленый Интересное место Здесь Для фотосессий И я первый раз Вижу такие цветы Даже не знаю Что это такое Кто знает Напишите в комментариях Сейчас покажу Во Вот так Ничем не пахнет Совершенно Они только свисают Это не искусственные Это настоящие цветы Пока готовится наш заказ Я решил прогуляться Показать Что здесь есть Сегодня воскресенье Все отдыхают Гусь И индейка, наверное Какой он интересный Привет, гусь Много разных кафе На этой территории Вообще здоровское место Это такой городок Я его отмечу Обязательно на карте И здесь есть даже Антикуриатные рынки На которых продаются Изделия Вот эти старые Старых индейцев Поселений Раскопки Из раскопок Кстати, город называется Вот так Нам принесли Кисадилью И кофе Сейчас попробую Сладкая Сырная Булка Для меня Сладковато даже Это вкусно Идем дальше В этом городе В этом парке Есть еще Вот такой зеленый Лабиринт Из Кипариса Сейчас мы по нему Пройдемся Здесь разделяется Дорожка Сюда Сюда Вход в этот лабиринт Стоит 1 доллар Мы нашли выход Или вход Вход был вот С той стороны Сейчас поднимаемся Еще в одно место В лабиринт стоил доллар Здесь вышка Стоит 50 центов Здесь просто Как смотровая площадка На весь город Обзор Зашли еще Съесть папу-пуси Перед отъездом Можно выбрать С мукой Из рисового Из рисового теста Можно взять Из кукурузного А вот цены на пупус Одна стоит 60 центов Самая дешевая получается Заканчиваем вечер Снова Пупусой Сейчас попробуем Вот эту Я себе взял С сыром Из фрихолис В кабане Пробуем Очень вкусно Это по-моему даже вкуснее Чем вчера Мне больше все-таки нравится С рисового теста Это вкуснее чем так Мне больше нравится Очень вкусная штука Из всего фастфуда Вообще Центральной Америки Это самое Самое лучшее Что я пробовал Очень вкусно Время без 10 5 утра Еду дальше Стороны будто мало Я на границе В принципе нормально Здесь весьма спокойно Сейчас буду проходить До автобуса В промежуточном городе Решил поснимать немножко Это центр Зашел в Макдональдс Кофе попить Сейчас время 11.47 И мне ждать До 3 часов 3 часа отправления автобуса Он прямой Там 400 километров Едет 8 часов Стоит 100 лимпир Примерно 800 рублей По Сальвадору хотел сказать Со Сальвадора я уже уехал Сальвадор страна Озер и вулканов Но у меня не удалось Посмотреть этого Потому что был выбор Или Что-то одно Например на вулкан Или несколько мест Мне предложили Вообще в принципе Поездка в Сальвадор Могла не состояться Потому что Девушка с которой Познакомился Последний день Последний вечер Написала мне в ватсапе Что она не может Встретиться со мной Потому что она будет занята И приедет только в воскресенье После обеда Но я уже раз Честно говоря Не то чтобы расстроился Начал сразу искать варианты В Гватемалу Она мне пишет Что все равно Все равно найдет мне кого-нибудь И через полчаса буквально Она мне как раз Дала контакты Вот этой девушке Пати ее зовут У которой я провел Две ночи В принципе было все нормально Мне понравилось Покатались по разным местам И она из каучсерфинга Я могу ее посоветовать Так что Кто соберется Если в Сальвадор То пишите ей Зовут ее Пати И в принципе Там в Сальвадоре Каучсерферов не так уж много Они там Многие друг друга знают У нее есть подруга Женщина Они вместе живут В доме в одном Она нас как раз катала На своей машине Конечно же Один день По сути один день Это мало Я попробовал кукус в первый раз Именно сальвадорскую Настоящую Было очень вкусно Особенно во втором месте Вечером уже В воскресенье Когда мы заходили Очень вкусно Это самый лучший Фастфуд Который я ел И здесь В Центральной Америке Пока что Прибыл мой автобус Отправляюсь Ехать примерно 8 часов Около 400 километров Чуть-чуть побольше Вот он Красавчик Ну что я добрался Время 11 часов Точнее 12 часов Приехал я Минут 15-12 В принципе Как было запланировано По расписанию Хороший хостел Я завтра покажу Как здесь все выглядит Поснимаю завтра Я очень устал Сейчас быстренько Перекус у меня Тунец И ложусь спать Веду в душ И спать И завтра в 7 утра Уже подъем Еду в Тикаль Ну что всем привет Сегодня 11 февраля 2020 года Я нахожусь в хостеле Который называется Петен Пицца И сейчас я покажу Как здесь все выглядит Быстро Потому что мне уже надо Идти на На завтрак И ехать В Тикаль Время не теряем Смотрите здесь Как красиво Такой хостел Вообще он отель Он не хостел Сейчас быстро покажу Комнату Где ночевал Вот так выглядит комната Я спал здесь Наверху Очень удобный матрас Все здорово Кондиционер работает Ящички И здесь туалет свой Отдельный Туалет Ну точнее Как отдельная комната Тут просто раковины Здесь туалет Маленький И здесь душ Вот такой Все познали дальше Вот такой здесь завтрак Я взял Типичный Местный Булочка Очень вкусная И масло Прям Булка с маслом Самое то И арбузный Арбузный сок Просто Свежевыжат Вот так Смотрите Как здорово Вот такие улочки Очень классное место В эту сторону Вот мой отель И огромное озеро Петенвица Да Вот это вид Как здесь здорово Ладно Задержаться не будем Потому что Время у меня Достаточно мало Поехали В Текаль Здесь вот такая вот Станция автобусная Она огромная Здесь есть рынок Фруктовый Можно купить Поесть Стоит билет Не экскурсионный Просто на автобус Билет до Текали Отсюда 80 кицалей Это примерно 500 рублей 470 И также здесь Можно купить билет До столицы Тегуси Гальпы Стоит 200 кицалей Ночной Дневной Какой угодно Какой удобно Вот билет И забыл сказать Что 80 кицалей Он стоит Туда и обратно Не доезжая С самого Текаля Есть блокпост Вы на нем останавливаетесь Вас останавливают Если вы едете на маршрутке Высаживают И ждут Пока вы купите билет Вот здесь билеты продаются Вот в этой зеленой будочке Принимается Только Только на личные деньги Ну что я в парке Время примерно 12 часов дня Ехали Мы около 2 часов Но у нас колесо пробилось Меняли В машине Вон там вход Ваш билет Меняют на вот такой браслетик И еще там же На входе Можно поставить себе Паспорт Вот такой штамп Потом что вы посетили Парк Текаль Идем по направлению Ко входу в парк И самое время рассказать Вот в Атамале Это мала Страна Центральной Америки Граничны с тремя государствами С Мексикой На севере С Сальвадором На юге получается С Белизом На востоке И с Гондурасом Чуть там же Юго-югосток Получается Гватемала Омывается двумя океанами У нее есть выход К Карибскому морю И Тихому океану Также Гватемала Занимает первое место В мире по производству Специи Кардамона Одна из самых Населенных стран Центральной Америки Насколько я помню 18 миллионов Жителей В Гватемале И здесь Очень сейсмически опасный регион Потому что Много вулканов И Тихоокеанская Вот эта плата Дно Она устроена таким образом Что часто Землетрясения Происходят Здесь Именно в Гватемале В 1976 году Было Одно из самых Сильных землетрясений Разрушило 90% Столицы И погибло Тогда Более 20 тысяч человек Вы только посмотрите Какое огромное дерево Кажется, что это Какие-то мохнатые Лапы паука Это скорее всего Сейба Огроменная Да, это Сейба Действительно Тикаль Это одно из крупнейших Городищ Майя Столица Мутульского царства Это огромный комплекс Разбросанный На большой территории В центре города Расположены Шесть ступенчатых пирамид С храмами Наверху Построек Поменьше Их гораздо больше Они разбросаны По всей территории Парка Тикаль Он был одним из важнейших Центров цивилизации Майя С его пика Он достиг Период с 1 по 9 век Нашей эры И затем В принципе Как и все Городища Майя Приблизительно В одно и то же время Произошел Упадок И люди покинули Это место Опять же Говорят, что Ученые Сходят с вами Что это Случилось из-за засухи Предполагается Что в то время Приблизительно В городе Проживало от 100 До 200 тысяч Жителей И в переводе Из древнего индейского языка Тикаль Означает Место, где Слышны голоса духов Также Тикаль Это то место Где 21 Декабря 2012 Года Праздновался Конец света Майя Которые Они предсказывали То, что случится Конец света Здесь он праздновался И Современные майя Устраивали здесь Огненное шоу Присутствовало Посетило Это мероприятие Тогда более 3000 человек Ну что, ребят Подошел к первому храму Сейчас все покажу Вот так он выглядит Это храм номер 6 Эти стеллы служили Алтарями Их было всего 9 Это стелла По-моему Номер 21 Которая Лучше всего Сохранилась Это самый дальний Храм от Центральной площади И нам еще нужно Немножечко пройти До До начала До самого комплекса Сейчас хочу посмотреть Кто там в кустах шуршит Вау Там птицы какие-то Какие интересные Ох, тут сколько Ладно, идем дальше Не будем их тревожить Palacio de las Acalanaduras Это комплекс Из жилых зданий Видите, майя Все строили Из известняка Вот этого Здесь все покрыто Известняком Ракушки То есть, по сути Да, возможно Здесь было когда-то Давно Ну, скорее всего Судя по Известняку Океан Море Вон там наверху Пятый храм Сейчас попробую его обойти Может быть где-то есть Подъем А, вот она лестница Это пятый храм Один из Самых Высоких Храмов В этом комплексе Тикали 57 метров Это Один из первых Храмов Который был построен Здесь Какая-то площадь Очень много Строений Эта площадь Называется Площадь Семи храмов Это Социально Активное место Среди жителей Майя Здесь Располагаются Поля для Игры в мяч Здесь проходили Важные Политические Социальные Мероприятия Города Еще один храм И туда я смотрю Можно подняться Вау Раз, два Четыре Пять Здесь Просто нереально Там где я сейчас был Наверху Эта пирамида Называется Great Pyramid То есть Одна из основных Пирамид Эта пирамида Служила Астрономической Обсерваторией Для Майи И с ее вершины Происходили наблюдения За космосом Вот эта пирамида Это вторая пирамида Этой части города Она одна из Главных После Астрологической Кстати Эта пирамида Она имеет Очень схожую Как сказать Структуру Внешность С пирамидами Которые находятся В Мексику-сити Наверное Многие сейчас Из вас Даже и не знали О том что Мексику-сити То есть Столица Мехико Мексики Существовали тоже Такие города Существовал такой город И под Он сейчас находится Естественно Это руины И Под Уже Классическими Зданиями Мексики В Мехико-сити Я отправляюсь 13 числа Мне очень стало интересно Где находятся Эти руины Если будет время То я обязательно Доеду И покажу Вот здесь находится Вход в 4-й храм Вот он Ступеньки И вот там Можно сходить в туалет Очень круто Посидел примерно полчаса На верхушке 4-го храма Здорово Такие ощущения Спокойствия И вокруг Птицы Только поют Ветер шубит И обезьяны кричат А мы сейчас идем на главную площадь Уже подходим Вау Вот это да Эти постройки Датируются Началом Классического Периода Май Как раз С 1-го века По 9-й Текаль Вот это место Оно служило фоном Для моих любимых Звездных войнов В 4-м эпизоде Кстати я смотрю Сейчас вокруг храма Наверху летают Ласточки 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 Позади меня самый известный храм Текаля Это первый храм. Храм Большого Ягуара, он еще имеет название. Все свои храмы майя строили вот в таком пирамидальном стиле. Это был для них как аналог гор, потому что они считали, что на вершинах гор живут духи умерших. Когда-то здесь был огромный древний город. Представляете, 100 тысяч это минимум. От 100 до 200 тысяч жителей. Ух, я уже подустал, нелегкая. Оказалось, прогулка в Текале. Уже 4 часа хожу, здесь достаточно жарко. И постоянно подъем вверх-вниз. Сейчас мы идем к западной площади, насколько я правильно понял. И это завершающее место. Я его покажу и буду уже возвращаться. Честно говоря, не очень я понял, что это за площадь. Она имела какое-то большое значение в поздний период. Но не совсем понятно и спросить не у кого. Потому что на табличке я не очень разобрал терминологию эту всю. Но здесь ничего особенного. Просто вот пирамиды. Небольшие. Просто небольшие пирамиды. Ну что ж, на этом все. Буду выбираться. Уже времени остается немного. Потому что в 5 часов будет обратный мой автобус. Кстати, автобусы здесь ходят не так часто. Не каждый там полчаса по расписанию. Предыдущий был в 3, теперь в 5. И следующий я вот не знаю во сколько. Но мне было удобно. Мне посоветовали, точнее, в 5. Я приехал в 12 или полдвенадцатого. Говорят, что я в 3 не успею. Потому что территория большая. Действительно, я ходил достаточно быстро. И здесь по-хорошему нужно, да, часа 4. Может быть и 5. Пошел через Maps.me. Он меня ведет, чтобы сократить немножечко выход из парка. Из города. Он меня ведет какой-то тропой лесной. Смотрите, здесь машины старые. Все, я добрался до Flores. И, кстати, вот эти мото-таксисты будут, если будете здесь, просить будут всегда с вас 10 кицалей за проезд. На самом деле проезд стоит 5 кицалей. И самолет заходит на посадку. Здесь аэропорт рядом. С Гутемала-Сити можно добраться на самолете. Но это будет стоить, конечно же, дороже. Вот так здесь все выглядит. Это место, это набережная, площадка, как смотровая для заката, допустим. Но я немножечко опоздал. А так здесь очень красивый закат. Видите, народ сидит здесь. Очень здорово. Вот он мой хостел, отель. Я его рекомендую. Это, наверное, практически 10 из 10 очень классный хостел. Мне он очень понравился. Плюс там можно ставить вещи на день. Можно набрать воды себе. Стоит это 12 долларов за ночь. У меня сегодня автобус в 9 вечера отсюда. Сейчас время полседьмого. Надо снять денег, поесть и уже забирать вещи. И идти на остановку автобусную. Стоит автобус 200, 215 кецалей. Это 1700, наверное, или 1800 рублей, могу ошибаться. Но это достаточно дорого, потому что сюда я ехал за 100 кецалей. Ну, на более простом автобусе, правда, немножко из другого места. Дороговато. Будем выбираться. Завтра Гватемала и Антигуа, скорее всего. Надеюсь, что меня там встретят и все покажут. У меня завтра будет целый день Гватемала-Сити. И 13-го числа днем я вылетаю в Мехико-Сити. Уже стемнело. Вот такие здесь улочки. Достаточно симпатично. Центральный парк. И баскетбольные площадки. Две. Церковь какая-то. В общем, все как и везде. Как в любом центрально-американском городе. Центр это парк. И на деревьях орут птицы. Зашел перед отъездом поесть в кафе. Называется Челера. Она здесь на острове находится. Вот она отметка. Вот здесь это кафе. Вот он остров. Здесь мой ночлег был. Здесь смотровая площадка. Это все идет по периметру набережной. Я себе заказал суп из курицы. Куриный, точнее, суп. Он с рисом и с овощами. И еще заказал мясо. Сейчас буду есть. Очень вкусный суп. Прям такой вкус домашний. И достаточно много всего. Овощи, рис, картошка и курица. Стоит он 100... 160-170 рублей примерно. Такая тарелка. Порция тоже большая. Сейчас покажу еще одно блюдо. С супом я не наелся. Это называется Челета. Она с барбекю соусом. Здесь булка с чесноком. Вот эти кусочки гренки. Салат, картошка, два куска мяса и арбуз. Сейчас буду пробовать. Это стоит 350 рублей. Ну что, сначала гренку чуть-чуть. Как чесночная гренка. Очень вкусно. Мясо достаточно простое. Оно тоненькое. Полностью прожаренное. Очень вкусно. И картошка. Прям как дома. Сваренное и слегка обжаренное. Очень вкусно. Я рекомендую это место. Отмечу его на карте. Очень вкусно. И, в принципе, цена нормальная для такого туристического места. Всем привет. Меня зовут Ке. Представляете, мы встретились вот здесь, на этом маленьком острове с Пьером. Остров называется Флорис. А, Флорис. Да, точно. Я сидел и ел, и он говорит, я услышал русскую речь. Он тоже был в Пикаль. Сегодня. Было очень круто, да? Очень красиво. Мне тоже понравилось. Тебе тоже? Да, тоже. Мне очень понравилось. Классное место. Ты один тут же услышал? Да, да. И один. И я один. Ты путешествуешь один тоже? Да, и живу в Паста-Рике один. А, потому что не так далеко, чем из Франции. Ага. А ты, кстати, когда возвращаешься домой во Францию? Или ты живешь, работаешь здесь? Да, я работаю. У меня канал на YouTube. А, тоже? Где учу испанский язык. Я очень путешествую в Российской Америке, а сейчас я изучаю русский язык. Блин, здорово. Потому что мне очень, мне тоже очень нравится эта страна и так езжа. Классно. У меня тоже канал на YouTube. Ну, ты мне скинешь в WhatsApp ссылку, да, и я подпишусь. А, хорошо. Окей. Все, у меня, ребята, автобус. Я уже, мы с Просеей долго проговорили, я уже опаздываю. Все, я убегаю. Давай, удачи тебе. Спишемся. Пока-пока. Сегодня 12 февраля 2020 года. Я добрался до Гватемала-Сити. И сейчас мне нужно взять автобус до станции ближайшей метро. Потому что из-за этой автобусной станции метро нет. Доеду до метро и перееду в другую зону. Здесь город поделен на зоны. И мне нужно из моей 18-й зоны, когда я приехал на автобусе из Санта-Елены, попасть в зону 1. Здесь холодно, я замерз. Во-первых, я замерз в автобусе, а во-вторых, я замерз здесь. Надеюсь, что распогодится и будет потеплее. Я отогреюсь. Вот так выглядит здесь все. Вот, наверное, там где-то мой автобус. Сейчас пойду снова. Ну что, я добрался до Гватемала-Сити. И сейчас с знакомыми еду в Антигуа. Добрались до Антигуа. Сейчас покажу. Это очень красивый и старинный город. Это бывшая столица Гватемала. Вот такая площадь. Ледом с церковью. Здесь делают самые знаменитые фотографии. Из Антигуа. С Гватемалы. На фоне арки. Знаменитая арка. Сейчас я под ней пройду. Смотрите, впереди вот эта вот гора, это вулкан на фоне. Просто гигантский. Сейчас немножко его пелена, конечно, закрывает, но посмотрите, какой он огромный. Да, здесь здорово. Здесь красиво. Здесь, конечно, нужно оставаться день-два. Погулять по улицам, посидеть в кафе. Здесь очень много туристов. Пахнет кофе, запах булочек. Вулкан называется Вулкан Де Агва. Сколько головей. Вечер перед вылетом, вышли погулять с ребятами. Они привезли в такое место интересное. Здесь много комплексов разных. С кафе, прогулочные улицы. Это Гватемалы-сити. Это как торговый центр. Здесь много кафе, ресторанов. Можно одежду купить. Кинотеатры, ну, в общем, мол такой, большой мол. Только под открытым небом. Рестораны, кафе, одежда. Все, что хочешь. Вечер заканчивается пупусами. Ребята занимаются здесь, в Гватемале. У них бизнес такой по изготовлению пупусов. Кесу и фрихолис. Кесу и фрихолис. Чиз аппель. Они заказывают специально сыр из Сальвадора, потому что здесь такого нет. Чиз. Чорисо. Это такие сосиски. Они их просто вытащили из оболочки. А, вот так они закатываются в шар. Бэм. Есть. Масло. Смазать руки. Масло? Ага. Окей. Это тесто, не мис. Мис, мис, ага. Мис, ага. А, осталось. Кесу. Чиз. И, наверное, ледом. вот так вот теперь немного лук в лук и выжигать и выжигать выжигать и выжигать это я тебе покажу это было хорошо выжигать как выжигать приеду в Россию и открою бизнес прекрасное доброе утро сегодня 13 февраля 2020 года ем кекс с молоком и буду уже собираться выезжать примерно через полчаса поедем в аэропорт потом через пару часов у меня вылет в Мехико Сити ну что я в Мексике ну что я добрался до Мехико Сити я здесь встретился со своим знакомым из Мехико Сити его зовут Даниэль он мне привел в одно место говорит здесь одно из одни из лучших таку то есть они вкусные не самый не прям самое лучшее но это место хорошее как наша шаурма вот так готовится 5 тако за 35 песо квадеру ну что сейчас буду пробовать первый раз это же гораздо вкуснее чем я пробовал везде в остальных местах очень вкусно острые гуакамоли смотрите здесь можно соусы выбирать там лимоны лежат редиска а это немножечко другие сейчас попробую это говяжьи те были свиные сейчас пробую говязь все что я ел раньше это что-то это не такос были не знаю в чем секрет наверное в мексике прогуливаемся по центру мы пришли вместе с Даниэлем такое место интересное здесь он собирается с друзьями его друг защитил тепло по моему они отвечают видите все веселые просто здорово мы вышли прогуляться в принципе мы идем уже до дома это центр самый мехико сити вау какой же он красивый там внутри два музея банк и театр вот этому зданию 300 лет сейчас подойду попробую я не знаю вау дворец получается сейчас в нем ресторан очень красивое здание прогуливаемся по центральной улице сейчас все буду показывать смотрите какая церковь красивая здесь сейчас мы находимся опять же в центре это очень большая церковь очень старая иглессия еще испанских времен и здесь на камере наверно не будет видно она немножечко завалена вот в эту сторону из-за того что здесь часто землетрясение происходит вот всем городом испанским находится древний Астекс Астекс город Теношчитлан Теношчитлан озеро мексико сити представляете озеро старый город и потом мексико сити а вот мы и дошли до катедраля смотрите какой он красивый а здесь правительство в мексике вот так вот красиво одна из самых посещаемых церквей в мексике около 500 лет вот этой части кстати она более поздней постройки отличается на 100 лет ей 400 лет от той части 500 смотрите ребят мы дошли до старой части города то есть до еще астексской культуры это вот эта вот часть она настоящая настоящие руины это то есть первый город который здесь был до мексику сити еще и агавы посмотрите какие они огромные просто нереального размера растения я не видел такой в жизни никогда очень красиво интересно а вот так выглядело раньше мехико сити то есть это это старые астексские здания они прямо находились на этом месте в центре где сейчас в принципе располагается центральная площадь мехико сити а вот теперь смотрите это та же самая площадь только вот как она сегодня выглядит теперь это выглядит вот так вот такой получился день в принципе неплохо единственное что я скорее всего заболел чувствую себя очень хреново и ложусь спать завтра есть какие планы и конечно же я надеюсь что все получится как и в предыдущих и все будет хорошо вот такая комната все очень просто матрас ванна 100 лет ну все до завтра подъем по 8 уезжаю ну что я уже собрался выхожу вышел точнее Даниэль меня немножко провожает достаточно прохладно на улице ну что все мы прощаемся и идем дальше давай сейчас у меня в планах посетить одно место оно здесь недалеко 15 минут пешком рядом с метро это одна из самых насколько я понял посещаемых церквей в мире как сказал Даниэль могу ошибаться но сейчас посмотрим все вам покажу ну что вот он это место здесь красиво достаточно ну что ж это был мой последний кучсерфинг в этой поездке у Даниэля дома я больше ни с кем не списывался но вчера я узнал очень много информации по Мексике куда мне стоит съездить я скорректировал свой маршрут теперь остается все это дело посмотреть и показать вам сейчас отправляюсь в одно очень интересное место я там планирую провести примерно 4 часа дальше у меня будет поездка уже в другой город недалеко отсюда примерно 150 км от Мехико Сити очень красивый город в общем все увидите а вот так это выглядит сверху зашел в супермаркет просто поражаюсь какой тут огромный выбор всего смотрите разный сушеный перец это каркаде сейчас сезон арбузов сколько выпечки разной сейчас что-нибудь себе возьму разных морепродуктов смотрите сколько вот эти креветки по 198 песо это примерно 670 рублей рыбы много разные даже наш карп есть молоко 3,2% сейчас себе возьму стоит 62-63 рубля примерно за литр вот такая большая пачка фитнес Настле 630 грамм стоит 100 140 рублей по-моему 40 тесло за 900 грамм йогурта натурального 100 рублей накупил себе кучу еды хлопья 2 пирожных литр молока пол папайи 2 йогурта активи гуаява 2 творога по 40 рублей 110 грамм вот это вышло на 480 рублей сейчас я мы отправляюсь на экскурсию что мы отправляемся на экскурсию ехать примерно 50 километров здесь рядом вот такая цена за билет как я вчера уже показывал и рассказывал что на месте современного центра Мехико-сити было ацтекское поселение город ацтеков помимо этого в 45 километрах от Мехико-сити была еще одна культура до ацтекской еще до ацтеков древняя культура которая была первой здесь это культура индейцев и это место называется Теотиуакан я сейчас нахожусь на главной пирамиде самой высокой сюда подниматься было достаточно тяжело это один из самых сложных подъемов очень большой город здесь по примерным оценкам жило до 125 тысяч человек кстати Теотиуакан он имел связь с городом Кикаль который находится в Гутемале который я показывал развивался по-моему со 2 века нашей эры до 6 и в середине 7 века нашей эры город покинули уже все жители ацтеки когда пришли уже на это место после они застали здесь только руины и разграбленные храмы на то время когда он развивался был одним из самых больших городов в мире я даже не знаю что красивее из тех что я посетил Копанруинас Текаль или это место Кецалькуатль главный бог Теотикана это бог с телом змеи покрытый перьями и большинство жителей были достаточно религиозные потому что археологи находили даже в самых бедных домах алтарей две главные пирамиды были в этом городе пирамида солнца которая сзади меня и пирамида луны которую я посетил до этого а вот эта дорога кстати называется дорога Меркур как здорово очень красиво люди доходят падают хотя здесь еще не высоко там гораздо гораздо тяжелее подняться это первое место где мне ноги сводило но у меня рюкзак тяжелый за спиной как я уже сказал в середине 7 века нашей эры город покинули все жители опять же археологи сошлись во мнении что все таки здесь скорее всего было восстание именно внутри города то есть кто-то извне какие-то внешние враги на него не нападали скорее всего это случилось из-за засухи в тот период опять же говорят что климат начал меняться и возможно какие-то были проблемы с нехваткой питания развитие города остановилось замедлилось и произошло восстание а вот так выглядел город с другой стороны кстати позднее уже у ацтеков кецаль-куатль бог главный бог теотикана стал покровителем культуры сейчас сухой сезон поэтому трава вся выгорела желтая я находил фотографии когда тут зеленые все немножечко по-другому смотрится здесь похоже больше на египет все такое выгоревшие пустынька пойдем наверно обойдем чтобы не спускаться не подниматься постоянно как-то в своей плантации здесь руины какие-то смотрите кстати название этому городу теотикан дали сами ацтеки уже после нескольких веков его исчезновения в переводе теотикан означает место богов место где родились боги сейчас прочитал что вот этот комплекс весь большой был построен для осуществления административной и религиозной деятельности время практически 4 часа дня поднялся сильный ветер на этом будем заканчивать с теотеоаканом мне очень понравилось это место я даже не знаю что лучше Тикаль Капанруинес или теотеоакан однозначно стоит посетить потому что находится все это дело рядом с Мексико-сити и это такая прям часть истории Мексики еще до до ацтекской то есть до того как образовался в принципе самый первый город мексиканский ацтеками в центре в центре столицы Мексико-сити однозначно стоит посетить это место билет стоит 80 мексиканских песо это примерно 280 рублей ну не так уж дорого сюда входит автобус автобус стоит по-моему 170 рублей дальше я еду в место под названием Пуэбло недалеко здесь очень красивый небольшой город в таком старинном стиле оттуда мне сказали будет ехать автобус нам в ту сторону оплата водителю сколько стоит не знаю так что ждем если будет кто-то ехать тем же самым маршрутом не заблудитесь выходите оттуда идете сюда полтора часа ожидания автобуса я замерз дождь ужасно градусов 19 на улице очень холодно уже хочется добраться до хостела обмыться переодеться и пойти что-нибудь поесть нормального прям мяса какого-то или супа куриного теплого очень холодно мне сопли текут я же болею еще днем светило солнце было нормально а сейчас дождь идет вот такая погода нелетная совсем и прохладно сильно не сказали что автобус будет через 10 минут буквально показали расписание я надеюсь что я все-таки уеду отсюда надо двигаться в сторону океана там где потеплее честно говоря у меня нет нет с собой теплых вещей я реально замерз здесь ладно ждем автобусы ну что я в Куэе бля добрался время 10 часов вечера я очень устал сейчас попил кофе немножко перекусил завтра у меня будет здесь день вечером я планирую уехать но днем все покажу это центральный парк самый центр сегодня 14 февраля день всех влюбленных всех влюбленных поздравляю вот так здесь выглядит все включил камеру специально показать как это выглядит вечером мне очень нравится очень красивый парк и обязательно его завтра покажу покажу днем при дневном свете это тоже наверное какой-то катедраль все очень красиво конечно вот этот испанский испанский стиль фонтан целуются люди здорово на этом все будем заканчивать сегодняшний день я возвращаюсь в постел завтра пораньше с утра опять просыпаюсь и иду показывать центр что это такое честно говоря я когда сюда шел по улицам решил прогуляться от автобуса остановки сначала я немножко расстроился ну не то что это было я шел и не видел не видел этой всей красоты оказывается она здесь в центре и немножечко не дошел здесь действительно красиво завтра все покажу время 807 я уже поднялся завтрак вот такой здесь в принципе достаточно неплохой себе уже набрал тарелку хлопьев сейчас сделаю тост с кофе здесь наверно масло и джен поем и буду выбираться потому что погода здесь неледная у меня нет совсем одежды никакой я еще припалил я вот так вот в шортах в 10 градусов готово ладно все завтракаю и выхожу вот так выглядели спальные места здесь раз два три четыре пять шесть кровать людей была моя под двумя одеялами я спал сейчас покажу как выглядит туалет здесь была горячая вода три душа там туалет и здесь душ горячая вода прям кипяток это очень здорово мне аж выходить не хотелось сейчас покажу как выглядит в области там еще номера дальше вот там выход цветущая алоэ о как интересно растет этот типа попартненько что-то по стене плюща точнее ладно все я выхожу уже ну что я выселился на улице на солнышке тепло сейчас прогуляемся до центра узнал где моя остановка до следующего города автобусная и поедем дальше вот такой весь город поэпло узкие улочки красивые здания в этом городе хотя он не очень большой более семидесяти церквей кстати заметьте достаточно чисто очень чисто метут постоянно а вот центральная площадь где я вчера был снимал видео ночью очень красиво здесь очень много кафе в центре города центр достаточно большой можно посидеть много народу вчера было я думаю что выходных выходные еще больше хотя вчера был праздник очень красиво и парк красивый сейчас еще прогуляемся чтобы не шататься с рюкзаком, с тяжеленным я взял экскурсию на автобусе стоит четыре доллара отправляется прямо отсюда, от парка. Продолжение следует... 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 Три с половиной доллара на автобусе туда и обратно. Билет за вход стоит 4 доллара примерно. Ну что, вот мы и на месте. Монте-Альбан, это крупное доколумбовское поселение, которое находится недалеко от сегодняшнего центра Охаки. Она вот, она прямо передо мной. Очень красиво это видеть, особенно из автобуса, когда едешь. Я не снимаю, потому что у меня осталось немного совсем памяти, свободной на камере. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть. И этот город интересен тем, что это самый первый город Мезоамерики. Древнее даже, чем Теотеоакан. Никак не могу его выговорить. Кстати, Монте-Альбан и Теотеоакан поддерживали связь между собой. Естественно, они находятся не так далеко друг от друга. Сейчас от этих девчонок узнала, я их фоткал. Как называется это дерево? Оно сейчас по всей Мексике цветет. Очень сильно Арбуль де Хакоранталь называется по-местному. А как оно называется, по-нашему, не знаю, очень красиво дерево. Находится этот город на высоте 1940 метров. И примерно на 400 метров выше, чем сегодняшняя столица, Охак. Вот это очень похоже площадь на площадь для игры в мяч, помните? Которую я уже показывал, по-моему, несколько раз в разных городах. Они присутствуют и в тех же самых Копан-Руинас-Майя. Идем на главную площадь. Народ разбежался. Теперь можно показать площадь, как выглядит очень красиво. Кстати, в информации, которую я читал, написано, что Монте-Альбан сохранился лучше, чем Тео-Теоакан. Сейчас мы это проверим. Этот город Монте-Альбан, он, в принципе, похож. Вот постройки похожи. Сейчас пройдемся, прогуляемся по всей территории, площади этого города. Поднялся на одну из вершин. Посмотрите, какие здесь виды. Очень красиво. Вот она главная площадь. А вот такой вид открывается на всю долину. Посмотрите, вот это и есть Мексика. Вот так она выглядит. Пока я ехал от Пуэвло, да даже от Мехико-Ситя, все было примерно вот так. На фоне горы, в низине город. Все желтое, пустыня. И только как-то свои плантации по пути встречаются. Здесь совершенно другой климат, совершенно другая природа. И это интересно. Очень много интересных мест. Надо однозначно путешествовать, смотреть это все своими глазами. Одно дело, когда вам показывают или рассказывают. Но другое дело, когда вы это все видите, потому что на камеру передать это все невозможно. Самое главное, невозможно передать ощущения от всего этого, когда вы находитесь непосредственно в этом месте. Это церемониальная площадь в центре с алтарем, где проводились обряды жертвоприношения подземному миру, небу. А также проводились церемонии для, как сказать, для поднятия ранга. То есть, когда человек достигает следующей ступени, и это все здесь тоже проводилось. Вот эта стела, это самая древняя стела Монте-Альба. Она датирована сотым веком до нашей эры. Этот обелиск имел астрономическое значение. По нему определялось время дня, также определялся год и месяцы. Подходим к высокой самой пирамиде. И, кстати, Монте-Альбан, это уже название дали после, гораздо позже этому городу. А настоящее его название неизвестно, и его, в принципе, невозможно узнать, потому что, насколько я понял, не сохранились даже вот эти древние и древнеиндийские упоминания. Так что, как называли его в то время местные жители, уже, скорее всего, узнать не получится. Ну что, попробуем подняться на самый верх. Вот так выглядит город сверху. И здесь есть проход, оказывается, дальше. Еще выше. Не знаю, можно ли туда подняться. Выше подняться не получилось, но здесь вот такой вот замечательный вид есть. Смотрите, как застроено все плотно. И в Америке достаточно... Ой, в Мексике достаточно плотная застройка. Прямо от расстояний таких, что поля-поля, здесь я особо не видел. Проход наверх закрыт на самый верх. Так, ступеньки уже такие достаточно разрушенные. Сейчас обойду, посмотрю, что там дальше. Вот такая верхушка. Опять же, ничего интересного там нет. Все закрыто. И снова виды. Очень красиво, конечно. Смотрите, как долина. Еще одну панораму напоследок. Сейчас посмотрим, что здесь. А сюда нельзя заходить. Пророк. Видимо, изучают дальше. Комплекс малоизвестен, малоизучен. До сих пор еще много здесь непонятно. Здесь написано, что вот это здание пирамиды использовалось для определения тоже то ли времени года. В лестнице есть какой-то световой... Какой-то дымоход, от которого в самой пирамиде преломляется свет. Что-то как-то так, очень сложно это все переводить. И это всего лишь происходило два раза в год. И было для... Очень важным событием для индейцев. Я так понял, когда солнце появлялось вот в этой расщелине и внутри пирамиды светило. И на выходе, ну точнее, на входе или на выходе есть вот такая стела. Она уникальная. Стела горизонтального типа сохранилась в очень хорошем состоянии, видимо, потому что под таким каменным навесом, под стройкой, на ней были записаны тексты древних людей, древних людей. Ну что, на этом все. Мне очень понравился этот комплекс Монте-Альбан. Однозначно рекомендую сюда съездить, кто будет в этой области. Стоит недорого, а то Охаки, я уже говорил, 3,5 долларов туда и обратно, билет стоит 4 доллара. Я потратил на все время осмотра с фотографиями 3 часа ровно. Стоит закладывать, думаю, побольше, потому что я быстро очень бегал, все смотрел, фотографировал. Часа 4 нужно на этот комплекс. Очень жарко, нужно что-то брать. Обязательно воду с собой и на голову. Я хожу без кепки, но она бы не помешала. Все, возвращаюсь в Охаку. Отправляюсь уже на автобус и не мог не показать. Зашел поесть блюдо мексиканское. Вот это интересная штука. Это курица, куриные большие куски филе в таком пюре из авокадо, фасоли белой и перца. Но оно перченое, но не термоядерное. Плюс тут подают тортиз, вот эти всегда лепешки кукурузные. Начес подают разные соусы и рис. Все это стоит 280 рублей. Это очень вкусно и очень необычно. Вот это пюре авокадно-фасолевое и привкусом перца. Во все блюда, вот этот привкус перца, прям означает, для меня значит, и вот это мексиканское блюдо означает. Очень вкусно. Ну что ж, добрался я до Сан-Кристоболя. Ровно 12 часов ехал на автобусе. Билет стоил 45 долларов, 2800 рублей. Здесь очень холодно. У меня отмерзли пальцы на ногах, на руках 8 градусов. Плюс я в шортах. И надо было брать с собой шапку. Сан-Кристоболь вот так выглядит, центральная площадь. Достаточно уютненько, красиво. Я решил, что здесь задерживаться не буду. Взял билет уже на 10 утра на следующий автобус, 8 часов ехать до следующего города, Поленке. И там я за ночью уже забронировался хостел. Забыл рассказать, как я вообще добрался до Мексики. И почему я прилетел на самолете. Все дело в том, что в Мексику нужна виза, если ты собираешься проехать ее наземным путем заехать, в Мексику въехать. И нужна виза, и с ней нужно было заморачиваться. То есть ехать в Сан-Хосе, оно там делается в течение двух суток. Заполнять все, оплачивать, билеты на автобус, хостел. Все это стоило денег. Я подумал, что проще сделать электронное разрешение, потому что если ты летишь на самолете, виза не нужна, нужно всего лишь электронное разрешение. Оно делается за 10 минут, сразу же дается ответ. Разрешение распечатывается и показывается потом на миграции в Мексике уже, когда по прилету. Я оставлю ссылку на сайт под этим видео, где я делал разрешение. Там даже есть русский язык. Делается 10 минут, очень быстро, все просто. И у вас его спросят потом уже о миграционной службе. Так что в Мексику я залетел на самолете, плюс билет мне достался вообще бесплатно. Я его оплатил своим кэшбэком с моей карты. Обратно я уже тоже купил в Коста-Рику на 1 марта. Он будет, ну он стоил денег. Очень холодно, люди в шапках. Ну это вообще жесть какая-то. Я не ожидал, честно говоря, что так холодно. Ладно, идем пить кофе, агреться, согреваться. Здесь тоже такие достаточно приятные улочки в центре, пешеходные. Кстати, очень много кафе и много томалес на улице, который я ел в Коста-Рике. Здесь готовят апельсиновый сок. Много народ стоит, продает апельсиновый сок. Вот так. Очень красивое здание. Мне нравится. Я шел-шел и пришел на Соколо. Соколо это центральная площадь в Мексике. Практически во всех городах она называется Соколо. То есть, если вам нужно центральную площадь, в поисковике вбивайте Соколо. Но пишется она через букву Z, но читается как S. Вот так она выглядит здесь. Здесь даже пальмы растут, не верится, тут дубак. Это город потомков майя. И они такие прямо здесь, достаточно серьезно настроены. Часто у них демонстрации бывают, забастовки. Так что потомки майя живут здесь, кому интересно. Вообще здесь много туристов, но мне этот город не очень подходит, потому что здесь очень холодный климат. Я не люблю прямо так вот мерзнуть. А так мне нравится, неплохо. Здесь достаточно красиво, смотрите, какие виды. Прям центральная площадь. Очень красиво. Собаки загорают. Вот они. Все, пойду пить кофе, я замерз. Хотя вроде бы начинает теплеть. Вот прямо на солнышке очень хорошо. Ох, здорово. Пара уже изо рта нет, значит, градуса на 2 стало теплее. Вот такое кофе. И какое-то печенье с пеканом, с орехом. Здесь, где я нахожусь, в этом кафе, говорят, что самое лучшее кофе. Называется оно Amor Negro. Вот в этом комплексе Сан-Агустин находится на втором этаже. Ну что, я добрался, наконец-то, до Поленки. Ехал 24 часа, без 15 минут, очень устал. И сейчас в хостеле встретили ребята, которые там живут, я их не знаю, вместе поужинали. И сейчас я направляюсь до дома. Обошлись мне эти билеты. Чуть больше двух тысяч, по-моему. Достаточно дорого. И на завтра я уже купил билет на полдевятого вечера до Мериды. Стоит он 2800 рублей, по-моему. Тоже достаточно дорого. Билеты здесь, блин, на автобус дорогие. Честно говоря, я не рассчитывал, что так будет стоить дорого. И завтра у меня две экскурсии по плану. Я надеюсь, что всё получится. Поснимаю и едем опять ночным автобусом до Мериды. Это главная улица. Вот так она выглядит. Город небольшой, очень много кафе. И мы поели достаточно очень вкусным кафе. Мне понравилась еда. Оставлю отметку на гугл-карте. Вот такой городок. Интересен он тем, что здесь находится несколько водопадов. И городище Майя, город Майя старый. Прямо в пяти километрах от этого города, от нового. Мы туда завтра обязательно отправимся. 18 февраля 2020 года. Я проснулся. Время полвосьмого. Точнее, уже без пятнадцати. И я в хостеле сейчас выхожу. Сейчас покажу, как выглядит. Стоил он 10 долларов. Много кровати достаточно. Ну, здесь все было чисто, удобно кондиционерам, полотенцам. С ящиками. Вот такие душевые кабины. Туалеты. Там девчонок комната. И здесь еще такое прихожая. Бегу. У меня сегодня две экскурсии. И в полдевятого вечера у меня уже автобус до следующего города. Очень длинный маршрут. Опять ночной. Поехали. Ну что, я в парке Поленке. В городе, древнем городе Майя. Проезд от города стоил 20 песо. Это примерно 75 рублей. Ехать 10 минут недолго. В сам парк стоит вход в районе, там, что-то 15 песо недорого совсем. А вход сюда, в город, в закрытый парк, стоит 80 песо. Идем смотреть, что здесь есть. Интересно. Поленке я считался культурной и политической столицей древних майя. Вот так здесь все выглядит. Очень красиво. Большой дворец. Вообще, насколько я понял, территория парка не очень большая. Поэтому сейчас быстро все обойдем, расскажу. И у меня особо много сведений. Например, о тех же Копанруинс было написано очень много. Информации было больше. Единственное, здесь постоянно что-то находит новое. В 2018 году в конце августа нашли маску. И предположительно лицо этой маски изображало древнего правителя Поленки. Вроде можно зайти вовнутрь сейчас. Попробуем это сделать. Вот здесь уже какие-то странные ощущения. Вот такого я еще не видел. Прикоснуться можно. Интересный камень такой. Да, в других комплексах такого сделать было нельзя. Очень странные ощущения здесь. Откуда входы дальше закрыты. Ну здорово. Да, внутри пирамиды, конечно, ощущения непередаваемые. Сейчас попробую подняться вот сюда. Мне нравится цвет камня. Он такой здесь какому-то по-настоящему. Как я себе представлял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Это храм солнца. Очень красивый храм. Сейчас я туда поднимусь. Смотрите, какие гигантские листья. Больше чем я. Ещё одна часть построек. Уже за основным комплексом. Мне очень здесь понравилось. Он небольшой, правда. Но всё как-то здесь здорово, приятно. Ну что, на этом всё с поленки. Закончили. Мне на этот тур понадобилось 2 часа. Но говорят, что есть ещё в джунглях много построек разных. Но они более мелкие и разбросаны по джунглям. Нужен по-хорошему гид. Гида брать. И у меня особо нет времени. Да и не хочется ходить по джунглям. Смотреть эти маленькие построечки. Мне интересно было этот комплекс увидеть своими глазами. Очень красиво. Самый, наверное, красивый комплекс. И я уезжаю отсюда. Потому что времени не так много. Хочется попасть ещё в одно интересное место. Смотрите, какая красота за моей спиной. Сейчас объясню, куда мы приехали и сколько это стоило. Это место называется Агва-Азуль. Находится на 63 километрах от Поленки. Добраться можно в туре. Я не знаю, честно, сколько стоит. Но мне сказали, что это дороже, чем вторым способом, который сейчас объясню. В центре Поленки есть станция автобусная. Я её отмечу на карте. Сейчас, наверное, появится картинка, скриншот, где находится станция. Можно взять маршрутку. Она будет стоить 50 песо. Доезжайте до остановки, до поворота на водопады. Каскад Агва-Азуль. И там нужно будет взять такси или прогуляться 6,5 километров под горочку. Такси стоит в районе 50 песо. Я ехал с ребятами из Германии. Мы разделили на троих. Такси взяли за... Получилось взять за 60 песо. До сюда. Плюс. Есть два... Есть два билета, которые нужно оплатить. Первый билет на водопады. Он стоит 25 песо. Это совсем недорого. Получается в районе 80 рублей. И второй для иностранцев билет. То есть, если вы не мексиканец, то вам нужно будет заплатить еще 40 песо за вход. Вот так выглядят эти водопады. Это самый большой, самый протяженный каскад водопадов в Мексике. И здесь голубая вода. Точно так же, как и в Коста-Рике, я показывал принцип один и тот же. Если вы будете путешествовать в дождливый сезон, и будут идти дожди, то знайте, что вода такого цвета не будет. Будет обычная серая некрасивая вода. Если хотите увидеть голубую, или в недождливый день езжайте, или же в сухой сезон можете смело приезжать. Я путешествую в сухой сезон, дождей нет, поэтому вода очень красивая. Сейчас прогуляемся. Здесь очень много ступеней. И я на этот парк, на это место решил потратить 3 часа. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, честно говоря, не знаю, стоит ли посещать и ехать в Казахстане. И ехать в это место, тратить деньги, потому что вначале было интересно, достаточно красиво все. А чем выше поднимаешься, тем картина практически не меняется. Вот она вот такая. Здесь можно купаться. Есть несколько мест со спасателями. Вода достаточно теплая. Я даже не знаю. Здесь, рядом с Поленки, ближе гораздо. Километрах в 10, по-моему, есть еще один водопад. Он тоже хороший. И там гораздо меньше народу. Можно искупаться будет. Ребята в хостере советовали ехать туда. Но почему-то это место сильно разрекламировано. И я решил прям фотографии такие красивые добраться досюда. А здесь как пляж с песочком. Красиво. Я уже далеко зашел. Наверное, дальше смысла нет идти особо. Я думал, птички щебечут. А тут мужик посвистывал. Говорит, дальше нельзя. Там уже нет водопадов. Возвращаюсь. Я потратил час досюда с фотографиями, со съемкой видео. Вот так сейчас, наверное, переоденусь где-нибудь искупаюсь. Очень жарко. С ребятами договорился, с немцами вернуться обратно. В 4 часа у меня еще 2 часа цел. Не, в принципе, неплохое место. Я сейчас искупался. С тарзанки попрыгал. Сюда на целый день можно приезжать. С компанией еще будет веселее. Полежать, позагорать, покупаться. Что ж, буду выбираться отсюда. Уже время половины четвертого. А в 4 мы договорились уезжать. Пойду потихонечку к выходу. Я не дождался немцев. Меня взяли с собой местные жители до верха, до дороги подвезти. Тут 6,5 километров. А дальше на маршрутку и до Поленке. Ну вот и все. Меня подвезли. Тут буквально 10 минут. И я уже в маршрутке еду до Поленке. Немцев я прождал 10 минут, их не было. Но у меня нет больше времени. Поэтому решил найти другой вариант. Сейчас доеду до Поленке. Надо поесть. Зайти в супермаркет, еды купить в автобус. И все, в принципе. Можно идти на остановку. Может быть, по городу прогуляюсь, еще поснимаю что-то. Сегодня еда простая курица. Гриль с перцем и с луком. Фриколис и рис. Вот это стоит пол курицы с рисом и с фасолью 60 песо. И к ним подаются еще лепешки. Кола отдельно. Все, ем и иду дальше. Сейчас в магазине закупаюсь в дорогу. Такие цены на текилу. Текилы литр. Вот сколько стоит. Это виски. Здесь подороже. Red label. С такими ценами спиться, наверное, можно. Ну что, всем привет. Сегодня 19 февраля 2020 года. Я в Мериде. Мериде – это столица Юкатана. Планы снова поменялись. Я хотел отправиться сегодня посмотреть Мериду. И чуть позже поехать на Чеченицу. Я принял решение, что Мериду смотреть не буду, потому что все закрыто. Время терять не хочется. Я даже не позавтракал нигде. Решил сразу покупать билет до Чеченицы и ехать дальше после экскурсии уже в Канкун. Я уже забронировал хостел. Кстати, хостел одни из самых дешевых в Канкуне. Большинство с завтраками и стоит 7 долларов всего. Поэтому купил билет уже на автобус на 7 утра. Приехал я примерно в 5 до Чеченицы. И она находится примерно между Канкуном и Меридой. Ближе к Канкуну. 160 километров. Ехать 2 с небольшим часа. Все перевозки, в принципе, по Мексике осуществляются на компании Адо. Но, наверное, 2 всего лишь из остальных многочисленных я совершил на компании другим автоперевозчикам. Вот сейчас я еду в другой компании, она более такая дешевая. У Адо самые современные автобусы, хорошие, там, с кондиционерами. И если вы будете путешествовать между городами, то я рекомендую Адо выбирать. Прям смотрите в гугле, забивайте Maps или Maps.me. Терминал Адо, и все, он вас быстро найдет. Там можно купить билеты в любую сторону. Почасу 3 часа пути, и я в Чеченице. Первый раз вижу такую очередь за билетами в один комплекс. Не было столько народу. Мне приходится стоять в очереди конкретной такой. Здесь очень много машин, автобусов, прям поломничество целое. Скорее всего, много народа едет из Канкуна. Здесь, наверное, надо показать билет, что ли. Посмотрите, это очередь на вход. Очень много туристов, соответственно, очень много продавцов. И я такой первый раз вижу. Всех руин здесь больше всего народа. Значительно. Все, в принципе, приезжают сюда вот из-за этой пирамиды. Эта пирамида, как и весь город Чеченица в 2007 году, был признан седьмым чудом света. Пирамида бесспорно очень красивая, но не знаю. Этот билет сюда, вход, стоит 497 песо. Это, по-моему, 1800 рублей. Это, я не знаю, во сколько раз больше. Потому что обычно билет стоит 80 песо. В остальные, в остальные города, Майя, здесь, в Мексике, 80 песо. А здесь 497. Огромная очередь. Очень много народу я столько не видел ни в одном комплексе. В принципе, вот за этим сюда и приезжают, чтобы увидеть эту пирамиду, сфотографироваться на фоне. Не знаю, стоит ли ехать сюда, стоять в очереди и платить. Почти 500 песо. Смотрите, какие интересные змеи. Да, состояние у нее, конечно, идеальное, но я не знаю, восстанавливали ли ее. Очень красиво она выглядит. Хорошо видно, что с этой стороны ее восстановили. А здесь вот она в таком состоянии, скорее всего, ибала. Это тоже восстановленная. Все. Смотрите, как красиво. Руины эти идут до самого конца. Написано, что здесь был рынок. Честно говоря, не очень это впечатляет все. Или, может быть, уже после всех остальных руин. Они мне уже как-то немножко поднаскучили. Хожу-хожу, пока особо ничего интересного. Много туристов, торговцев. И пирамид даже не вижу. А, игуан еще много, да, бегают вон. А это сенот. Вот так он выглядит. Такое озеро. Здесь приносили жертву богу дождя Тлалоку. Честно говоря, в других комплексах я этих сенотов не видел. Это первый раз здесь. Мне это место не очень понравилось. Сюда стоит съездить только, если чисто для галочки поставить. Атмосфера совершенно не та, нежели, допустим, Капанруинос в Гондурасе. Или даже в том же Тикане. Пирамида, конечно, очень красивая, но... Пирамида Кукулькана называется. Но она восстановленная. Кстати, в ней 4 лестницы с каждой стороны. И эти лестницы, то есть в общей сумме, получается 365 ступеней. Народу стало еще больше. Здесь как базар. И очень жарко. И все занимаются одним и тем же. Хлопают в ладоши, чтобы поймать отраженный звук от пирамиды. Уже как дежавю какой-то из каждого места одно и то же. Похоже на место, где снимался фильм «Апокалипсис», по-моему, назывался. Как раз про индейцев. Когда они бежали и в них копьями кидали. Рабы, по-моему, убегали. Такая же площадь была. Тут восстановлены вот эти все иероглифы, письмена. Скорее всего, это было даже поле. Использовалось как поле для игры в мяч. Потому что там вижу вот эти похожие кольца. Представляете, столько черепушек вырезать. Различные росписи здесь с попугаями. Аро. Тотемной птицей. Майя. Все. Смотреть больше нечего. Я пролазил полтора часа. Я, наверное, буду выходить, поеду лучше в Канкун. Заселюсь в хостел, поем. Схожу на пляж. Ехать 200 километров отсюда. Вот так выглядит Валид-Алит. Делать здесь нечего. Так что направляемся на остановку до Канкуна сразу. Время 3 часа дня. И это последний автобус до Канкуна. Ехать примерно 3 часа, чуть больше. И скоро я буду на месте. Ну что, я в Канкуне. Время начала 8 вечера. Я благополучно добрался. Мое путешествие, можно сказать, достигло своей цели. Добрался я даже раньше. Я планировал сюда прибыть 20 числа, потому что у меня здесь встреча с моими знакомыми. Получилось очень здорово. Больше 25 автобусов в несколько тысяч километров. И я действительно доехал из Коста-Рики, можно сказать, на автобусах до Канкуна. Сейчас яду заселяться в хостел. Я уже практически пришел. Потом быстро есть. Я не ел целый день. И сегодня надо выспаться. Хочу выспаться хорошо, чтобы завтра начать новый день. Еще что-нибудь поснимаю обязательно. На этом съемки не заканчиваются в Канкуне. Что-нибудь покажу. Обязательно покажу здесь местные пляжи. Хостел, кстати, небольшой. Вот так он выглядит. Всего лишь четыре кровати, свой замок. Здесь есть бассейн, завтрак. И стоит это 9. 20 февраля 2020 года. Сейчас покажу хостел. Я собираюсь. Я спал тут с одним парнем всего. Вот так выглядит хостел. Здесь номера есть отдельные. Вот, 35 долларов, по-моему, это душ. Ой, раковина. Здесь душ и для туалета. Вот так тут выглядит второй этаж. Можно посидеть с сервизом. Хороший хостел. Мне понравился, удобный под ухо. Спалось нормально. Третий этаж, не знаю, этого не было. Сейчас пойдем посмотрим. Какие-то комнаты еще. Да, привет от Украины, России. Война скоро закончится, все будет хорошо. Отлично. Парень встретил. Тебе как зовут? Дима, Дима, Дима. Дима, мне Денис. Очень приятно. Я, кажется, с ним ночевал. И даже не знал, что он с Украины. Но, честно говоря, я пришел раньше, а он позже. Я даже не видел, как он ложился спать. Все, я выселяюсь отсюда. Сейчас покажу, как он выглядит. Надо свой йогурт забрать. Здесь крючки, сувениры. Вот такое помещение. Здесь можно посидеть. Здесь кухня. Ей можно воспользоваться. Сейчас заберем свой йогурт. Вот такая банка йогурта, 225 грамм активия, со злаками, стоит 17 рублей, что ли. И мне вот сюда, на выход, ресепсион. Здесь вечером играет музыка. Бассейн есть. И здесь можно здорово посидеть. Я в аэропорту Канкуна. Мне здесь надо встретить моих знакомых. Добрался я сюда все с того же терминала компании АДО в центре. Стоит из центра Канкуна до сюда доехать 5 долларов. На автобусе, на такси будет стоить 20 долларов примерно. Ну что, не успел я приехать в Канкун. Сразу же отправился в одно замечательное место. Туристическое, очень туристическое. Называется Плайде Кармен. Зашел в кафе перекусить. Я встретил своих друзей. Здесь мы будем некоторое время с ними вместе. Потом я продолжу один уже оставшиеся 4 дня кататься по побережью Юкатана. Зашел в кафе перекусить, пока мы немножечко расстались. Они в хостеле. И сейчас покажу местное блюдо. Называется буррито. Наверное, многие уже слышали. Вот так это выглядит. Это в сравнении с вилкой, например. И с шаурмой что-то нашей свернутой. Вот такая огромная штука. Здесь всегда, перед тем, как вы ждете заказ, в Мексике всегда подают, во всех городах, что я был, подают. Тут эти начос, чипсы жареные. Где-то они побольше, конечно. Это, скорее всего, покупные. А некоторые сами готовят. Очень вкусные. И всегда разные соусы к ним и лимоны. Наконец-то здесь не сделали нормальный американо, потому что мне не везло в последнее время на кофе. Я понимаю, что американо это не эспрессо. Его разбавляют, чтобы получить американо. Но его разбавляли настолько сильно, что это была как вода. Пить невозможно здесь прям хорошие, крепкие американо. Вот этот буррито, точнее вот это все, получается, стоит, кроме кофе, стоит 5 долларов. 5 долларов это примерно, я не знаю, 300 чем-то рублей. 320-330 рублей. Рассказываю, как я вообще нахожу места, такие, где поесть. Да, вот я путешествую один. Есть такое приложение замечательное, оно называется MapsMip. Вот так оно выглядит. Я всегда по нему ориентируюсь. Ставлю здесь отметки, чтобы потом добавлять в видео. Я просто набираю, точнее выбираю поиск. И вот здесь есть такая отметка категории. История моей, что я набирал. И категории, где поесть. И он выбирает сразу, показывает ближайшие к тебе с большим рейтингом, то есть по возрастанию, по убыванию точнее. Я выбрал вот это кафе El Ranchito. Она называется. Сейчас будем пробовать вот этот огромный буррито. И здесь можно, вот выбираем его, вниз пролистываем. И здесь можно читать отзывы от Big Burrito. Оно действительно огромное, очень вкусное и большие порции. Сейчас будем пробовать вот так выглядит кафе. Сейчас попробую. Я не ел буррито ни разу еще в Мексике. Интересно самому. Вообще его едят ножичком и вилочкой, но я его, наверное, я не знаю. Я его так отпущу сейчас. Я пробовал буррито один раз в Таку Бел. Это вообще не сравнимо. Таку Бел, глядость полная. Вот эта штука реально вкусная, но я еще заказал ее с двойным сыром. Это что-то похожее на нашу шаурму. Смотрите, кто не пробовал, никогда не видел. Много мяса можно выбрать с курицей, со свининой, с местным жареным мясом. Так сказать, ну, оно типа... Какой-то мужик мне налил шляпу музыканскую. Вообще капец. Ну, ладно, будем так рассказывать. С разными, короче, начинками можно выбрать. Оно не похоже на нашу шаурму. Похоже только с виду. Такое ощущение, что пюре внутрь завернуто. Очень вкусно. Кто будет в Мексике, обязательно попробуйте. Место отличное, очень вкусно. Все, но рекомендую. Кто будет в Мексике, Плай-де-Кармен, я отмечу это место на Google карте. Очень вкусно. Очень туристическое место, много народу и все в кафе. Видите, сколько народу. Вот это вот самое близкое к морю. К Карибскому морю улица. О, такая вот улица. Это место называется Тулум. Это единственный город Майя, построенный прямо на берегу Карибского моря. Честно говоря, здесь на побережье второй день. Два дня уже. Третий, точнее. И море увидел первый раз только. Вот оно море. Очень красивое. А вот он сам город. Вот так он выглядит. Представляете, в Майя жили вот здесь, прямо на берегу. Здесь у меня экскурсия по самому вот этому городу. Потом на лодке, я думаю, что будет снорклинг. Еще одно место, Сенота, о котором я рассказывал, где вот эти жертвоприношения производились древними индейцами. Там, возможно, я поплаваю. Осталось немного свободного места на карте. И постараюсь поснимать. Здесь, конечно, красиво. Смотрите, как и динозавр ползет. Вот такие руины. Достаточно все сильно разрушено. Ничего особенного у них нет. Только что построено не прямо на берегу Карибского моря. Кстати, это главная постройка Тулума. Прям на обрыве построен храм. Смотрите, народ купается. Красивые тут джунгли, дорожки. Точнее, между джунглей. Жарко, конечно. Сюда надо воду брать. Много воды. Смотрите, удав. Бо, констриктор. Вон он. А он еще маленький. Это прям здоровый. В следующей части экскурсии мы прибыли на пляж, который называется Санта-Фе. Сейчас здесь возьмем лодку и поплывем до места снорклинга. Там будем снорклить, плавать, с масками под водой. Вот такой здесь пляж. Песок просто бомбический. Розовый, как в Доминикане, как мука, смотрите. Он вообще не нагревается, такой прохладный. Здорово. Санта-Фе. Ну что, после снорклинга мы приехали в еще одно новое место. Сейчас его покажу, называется Синод, как я уже говорил. Вот так это место выглядит. И сейчас пойдем посмотрим, что там есть, стоит ли сюда ехать. Снорклинг, как вы уже видели, догадались, был неплохой, интересный, но там подкормленное место, поэтому достаточно много рыб. Синод. Продолжение следует... Ну что, вот такое получилось видео. Мне очень понравились эти сеноты. Первый был неинтересный. Там просто плыли вдоль берега. А все остальные были очень здоровы. Так что рекомендую. Это место находится недалеко от Тулума. И все, еду домой. Я очень замерз, честно говоря, уже вечер. И здесь достаточно было прохладно. Ну что, всем привет. И сегодня у нас 23 февраля 2020 года. У меня остается в Канкуне 5 или 6 дней. И сейчас я покажу апартаменты, в которых остановился. Я здесь не один с своими знакомыми. Эти апартаменты стоят 70 долларов, по-моему, в день, в сутки. И снимали их на Airbnb. Вот одна комната, где живу я. Вот такая небольшая. Плюс здесь есть вторая комната. В этой комнате есть туалет. В этой он отдельный, получается, в самой комнате нет туалета. Плюс вот здесь такое еще помещение, где можно просто поваляться, почитать книгу. Вот так все выглядит сверху, со второго этажа. Здесь еще один санузел. И вот такая кухня. Вот такая кухня. Здесь выход на парковку. Каждого номера своя парковка. И вот здесь проход на балкончик. Сейчас покажу балкончик. Вот такая территория этого комплекса. Здесь бассейны. И можно отдыхать. Пальмы. И, кстати, здесь, что мне понравилось в самом Канкуне. Вот здесь вечером прохладно. То есть, я, честно говоря, не знал ничего особо о Канкуне. Я думал, здесь такая же жара в тропике, как и в Коста-Рике. Но здесь, потому что побережье. Но здесь прохладный ветерок. И вечером вчера было даже прохладнее, чем сан и сидру. Прям вот ощутимее, прохладнее. Поэтому мне здесь очень понравилось. В принципе, в Канкуне мне понравилось. Здесь очень хорошо развитая инфраструктура. Есть магазинов полно. Полно супермаркетов. Волмарте цены, ну, совсем хорошие по сравнению с Коста-Рикой. Гораздо дешевле все. Очень здорово. И, конечно же, самое, наверное, плюс для многих будет это Карибское море. Оно здесь очень красивое. С белым песком, который не нагревается, коралловым. Вчера вынужден был съехать с того места, где я живу. На один день сегодня возвращаюсь. И сейчас покажу, где я остановился. У моего хорошего друга из Курска оказались знакомые здесь, в Канкуне. И вот они меня приютили на один день, на одну ночь. И сейчас я покажу немножко дом, в котором я живу. Это моя комната. Вот так она выглядела. Очень красивая. С панорамными окнами. Вот такая территория. Бассейн. Все зеленое. Смотрите, здесь какая машина стоит. Это Студебекер 1922 года, настоящий. И здесь их три. Такая кухня. Кстати, этот дом сдают хозяева на Аэробенбе. Вот эта часть сдается, а они в другой живут. И здесь я на одну ночь всего лишь остановился. И сегодня буду возвращаться в старое жилье. Еще два Студебекера. Вот этот 1960 года. Вот так он выглядит. А этот 1972, что ли. О, как он красиво сзади выглядит. Сейчас покажу. Вау. Вот так. Красота. Вот такая территория. Очень классный дом. Ну что, не знаю, на чем закончилось прошлое видео. Сегодня уже 20... 29 февраля 2020 года. У меня завтра вылет обратно в Коста-Рику. Остается вот последний день, последний вечер. И я в Канкуне на пляже, который называется Дельфинос. Это, наверное, самый крайний пляж, до которого можно доехать. Один из... считается один из самых лучших. Но здесь очень большой ветер. И последние три дня достаточно прохладная погода. Плюс были дожди. Так что на этом будем заканчивать. Надеюсь, что получилось интересно. Сам я еще, конечно же, не видел. Буду монтировать сразу же по приезду. Приступлю к монтажу. Было очень здорово. Лично для меня, конечно же, путешествие это останется на всю жизнь. Очень много знакомств. Всего-всего-всего. В общем, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Комментарии. Все как обычно. И до встречи в Коста-Рике. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok